У нас сегодня уникальное событие, можно сказать, поскольку мы презентуем книгу тремя авторами. Такое очень редко бывает, и обычно и пишется как-то, непонятно, как вдруг возникает три автора. У нас иногда статьи тогда 5-6 человек, потом пытаешься понять, какие слова ты писал, а какие не ты. Это все как-то путается, а вот с презентацией не совсем все плохо, обычно один. Я отдувался один, а сегодня настроен. Поэтому нас больше, а регламент все тот же. Я буду следить больше с этим за временем. Предлагаю по регламенту, что у нас каждый проговорит какую-то свою песню по 10 минут, и как 10 минут кончается, так я буду сигналить и самому себе тоже. Таким образом, у нас 30 минут на выступление, чтобы познакомиться с этой книгой. И остальное время, час или полтора, полчаса, 45 минут или до часа, я не знаю, как у нас будет, на вопросы, а в качестве бонуса за вопросы по старой традиции мы даем. То есть, кто задает вопрос, тот получает книжку. Значит, она им нужна. Поскольку мы их не продаем принципиально, мы их раздаем, научное знание должно быть бесплатным. Но очень не хочется, чтобы это знание превращалось в макулатуру. Ну, то есть, человек берет, потому что, а чего нельзя теперь надавить? Поэтому, в качестве такого обратного конкурса, это вопрос или реплик, или высказывание, критическое или патетическое, то есть, это уже дешать вам. Итак, первая у нас Надежда Галиева, она у нас по списку авторов последних, поэтому начинаем первую. У меня голос тихий, поэтому... Работает? Работает, да. Отлично. Но мы за время нашей работы с телефонными опросами накопили достаточно большой корпус расшифрованных разных фрагментов из этих интервью, с интертизированных телефонов, и стали думать в какой-то момент, что же с ними делать, потому что это очень много фактурный, оригинальный материал, скажем так, попадает даже что-то сделать. И мы решили объединить его в корпус, что мы назвали в книге, в корпус коммуникативных ситуаций. То есть, это фрагмент, описание этого фрагмента и оценка этого фрагмента. Хорошо, плохо и неясно. Затем, понадобилось нам описать более подробно, что же мы считаем хорошо, что же мы считаем плохо. То есть, какие действия интердиентов мы считаем правильные, а какие неправильные. И есть еще соответствующие две главы. Но раз мы слушаем интервьюеров, оцениваем их, мы решили дать и голос самим интервьюерам. И поэтому в книге есть глава с их соображениями о этой профессии интервьюера, о вопросах, о вопросах, о банкетах, о респондентах. Надо сказать, что с очень точными такими соображениями. Ну и последнее у нас появилась глава о теории стандартизированного интервью. Так вот, про теорию вам, конечно же, расскажет лучше Дмитрий Михайлович. Про правильные и неправильные тактики, которые применяют интервьюеры и техники, точнее, расскажет Анна Алексеевна. А я вам расскажу про вот этот корпус коммуникативных ситуаций. Он состоит из 104 фрагментов такой настоящей живой речи. И уже только он один убедительно достаточно показывает, что идеально стандартизировано в интервью, вот как по учебнику, как бы не получается. Потому что у нас ни интервьюеры, ни респонденты, ни роботы. Если интервьюеров мы более-менее натренировали, уже быть роботами, да, то вот с респондентами такая история не проходит. Они как-то вот не хотят действовать по нашим правилам. Они задают вопросы. Они не понимают вопрос, который 150 раз уже был адаптирован. Они высказывают свое мнение, аргументацию и так далее. И вот как раз на вот такие сбои, наверное, да, мы и обращали внимание. Они нам были интересны. И то, как справлялся интервьюер с этими сбоями, как выходил, показывало его мастерство. Как я уже говорила, да, было три оценки. Хорошо, плохо, неясно. Вот на слайде представлены два фрагмента с оценкой «хорошо». Если мы обратим внимание на фрагмент 56-й, то здесь респондент на опрос о возрасте задает вопрос, а зачем он это? Интервьюер достаточно грамотно, разверно отвечает, поясняет зачем это. То есть он снял напряжение с респондента вот это, показал свою экспертность, интервью продолжилось. Хорошо, никаких претензий, скажем так. На этом слайде два фрагмента с оценками «плохо». Если мы посмотрим на вот нижний фрагмент, да, то здесь респондент на вопрос, есть ли у вас автомобиль, говорит, есть, но ему 32 года, можно считать, что и нет. Дальше он потом говорит. И интервьюер отмечает, что автомобиля у респондента нет, потому что он, как бы так и сказал, да, есть автомобиль, но, как бы сказать, да, можно сказать, что его и нет. Понятно, что интервьюер поступил неправильно, но здесь у нас, как и всегда, в жизни, да, дворякая ситуация, потому что в инструкциях интервьюерам написано, что они должны отмечать то, что говорит респондент. А респондент сказал, что автомобиля у него, как бы, и нет. Другое дело, что респондент ответил на вопрос, не есть ли у вас автомобиль, а можно ли сказать, что у вас нет автомобиля. И достаточно быстро мы поняли о том, что нужна еще одна оценка, это неясно, потому что много ситуаций, когда вроде нехорошо, вроде и неплохо, но это неясно. И, например, вот, опять же, в нижний фрагмент здесь респондент на вопрос о том, на вопрос о доходах говорит, что это секрет. В анкете стоит такая, в анкете стоит, анкета построена так, что после открытого вопроса о доходах идет закрытый вопрос о доходах с интервалами. И интервьюер начинает его зачитывать, респондент, не дослушав, прерывает и опять говорит, что это секрет. И здесь интервьюер достаточно так с раздражением его прервала, сказала, подождите, варианты дослушайте, и там дальше продолжила, и получила ответ. То есть, с одной стороны, вроде как, она получила ответ, да, но с другой стороны, она повела себя не очень корректно, профессионально, грубо по отношению к респонденту. Поэтому это вроде как не настолько плохо, чтобы поставить плохо, но и не настолько хорошо, чтобы поставить хорошо. Если бы она все то же самое сказала вежливым тоном, уважительным, то, естественно, стояла бы оценка хорошо. Вот, но я вот сейчас так говорю, оцениваю эти фрагменты хорошо, плохо, неясно, но на самом деле это делать, достаточно оценивать фрагменты действий интервьеров, точнее, достаточно неоднозначно и не так легко. И мы иногда между собой не соглашались там по каким-то фрагментам с оценками. И в книге есть несколько, там, по-моему, 5 или 6 фрагментов с двойной оценкой, да. Например, вот здесь вот у нас стоит «Плохо и неясно». Здесь, как бы, если читать, то вроде и так все неплохо, но интервьюер вел себя по отношению к респонденту достаточно надменно, может быть, не грубо, но надменно, вот она там исправляет ему ударение в слове «звонить». И не очень могла его удержать в рамках вопроса первой этой коммуникации, в рамках вопросов. И поэтому мы поставили «плохо и неясно», потому что это вроде не настолько плохо, чтобы поставить «плохо», но и вроде как не настолько неясно, потому что что здесь неясно? Вот. И, да, и что бы мне хотелось по кончанию своей небольшой речи подчеркнуть, что, наверное, вы поняли, а может, не поняли, я вам расскажу, что все эти оценки достаточно субъективны. И, как я уже говорила, даже вот мы в нашем небольшом кругу иногда не соглашались с оценками друг друга, каких-то фрагментов, но приходилось собираться, обсуждать плюсы и минусы поведения интерьера и вырабатывать какую-то одну оценку. И когда, если вы будете считать эти фрагменты, смотреть эти оценки, то вполне вероятно, вы тоже не будете с нами соглашаться. Естественно, вот эта оценка, она зависит от того, с какой оптикой вы смотрите на профессию интерьера, на то, что такое быть профессиональным интерьером, что такое профессионально проведенное стандартизированное интервью. И вот в этой книге отображено наше видение этого, да. Мы считаем, что интерьеры — это не роботы, их не надо делать роботами. Надо давать определенную степень свободы, определенную в рамках, чтобы они брали профессиональные стандартизированные интервью. Хочу заметить, что нас иногда обвиняют, что мы против стандартизации, что надо стандартизацию выкинуть и позволить интервью творить борчество в вопросах. Но мы вообще не за это. Мы тоже против этого. Мы, когда мы говорим, что мы против стандартизации, мы против речевой стандартизации и их формализации. То есть, когда интервьюеров штрафуют, и это не просто вам так сейчас говорю, для красного словца, их реально штрафуют за то, что они посмеются там, где не надо. Или добавят слово «пожалуйста», типа «спасибо». Или, я не знаю, поменяют два слова местами, которые ни на что не влияют, но не влияют на смысл. Их за это штрафуют. И на наш взгляд, это как бы профанация, профессия интервьюера, это приводит исключительно к, как сказать, к унижению профессиональности, потому что они действительно пытаются их загнать в рамки этой машины и опыта по задаванию вопросов. Спасибо. Спасибо. Идеально, кстати. 9 минут 40 секунд. Говорите, что это зацепарат. Здравствуйте, коллеги. Ну, моя часть, вы мне там тоже, чтобы я что-то говорили, заранее закричите, чтобы я успела совершить свою речь. Я хочу рассказать, я думаю, что для любого человека, который занимается опросами общественного мнения, который реализует в своей практике или, по крайней мере, имеет там какое-то отношение к стандартизированному интервью, ну, в данном случае мы говорим о телефонном интервью, не секрет, что это интервью, оно не проходит в изолированных условиях, что оно всегда встроено в мир повседневного взаимодействия. Взаимодействие респондента, взаимодействие интервьюера, еще есть там контекст, который бывает совершенно разным. И отклонение и смещение, и сгой, которые переходят при передаче информации от интервьюера к респонденту, это та реальность, в которой регистрируется общественное мнение. И основные сбои, вот эти вот передачи информации, они, ну, традиционно, они связаны с разными характеристиками респондента интервьюера, дефект интервьюера. Всем известно, это пол, это возраст, это какие-то особенности речи в России, телефонные интервью проводятся разными интервьюерами. Например, интервьюеры из Воронежа говорят так очень сильно, и когда кто-то им звонит, проводят опрос. Бывают даже такие вот, как бы, не только интервьюеры управляют респондентом, да, но бывает и совершенно наоборот. И понятно, что поведение интервьюера здесь тоже не менее важно. И не освещая настолько внимания к методологической и методической литературе, уделяется вот этому пресловутому, назовем его, эффекту интервьюера. И, опять же, там, те или иные его установки, разделяемые, которые могут приводить к ошибкам измерений и ошибкам отборов в том числе. И также мы понимаем, что в речевом взаимодействии интервьюер может по-своему объяснять вопросы, по-своему их интонировать, проводить, собственно, синтезматическое паузальное начленение вопроса, неправильно зачитывать какие-то части этого вопроса и какие-то отпускать комментарии, уточнять ответ. И, наконец, стандартизация, про которую мы так много говорим, может также ломаться и ввиду других обстоятельств. У кого-то убежал суд на плите, у кого-то пришла дочка из школы, у кого-то пришел муж и различные ситуации могут быть. Вот он вообще за рулем едет, и такие у нас тоже возникают, хотя в каких ситуациях, в каких-то, вроде бы, не очень правильно брать интервью, но, к сожалению, это бывает. Бывают еще и технические сборы, поскольку это прорбитаризированные опросы, бывают сборы связей, бывают поломки компьютера, зависание программы и так далее. Бывает структура анкеты, которая, совершенно, в общем, заболомает повседневность респондента и прочее. Поэтому мы выделяем для себя три вот таких вот источника ошибок измерения в стандартизированном интервью. Соответственно, это интервьюер, это респондент, это контекст, в котором происходит взаимодействие. И вот если говорить именно про коммуникативные взаимодействия, которые мы анализируем как раз в книге, то отклонение от стандартизации происходит, на наших взгляд, ну, наверное, в трех случаях, как это глобально говорить. Во-первых, это респондент, который неправильно мог услышать ответ, не захотеть на него отвечать, задать встречный вопрос, интервьюер на уточнение. И, не знаю, это фотофорая, соответственно, это интервьюер, который может объяснять вопрос. И, наконец, ну, как я уже сказала, проблема с анкетой и проблема с самим вопросом, с самим инструментом. Для удобства мы вот эти вот три плоскости рассмотрели и разделили несколько вот иначе. То есть это уровень анкеты. И там мы выделяем техники. У нас все техники, они как бы хорошо и плохо, они зеркальны друг для друга. Вот первое плоское взаимодействие, это именно взаимодействие с анкетой. Это то, где обеспечивается адекватность ответа. То есть правильные техники, как мы их называем положительные техники, это уточнение ответа техника, это техника объяснения вопроса, это техника ремонта неответа, техника оценки адекватности ответа. И все вот эти вот примеры, как Надежда продемонстрировала, они приведены и даны отсылки вот к этим техникам. Это если у интервьюера есть хорошая практика решения вот этих вот коммуникативных затруднений. Если такая практика отсутствует у интервьюера или он не может различить вот этот вот коммуникативный сбой, который происходит, то на это место приходит ошибка. И вот ошибочные техники, неправильные решения, как мы это называем в данной конкретной коммуникативной ситуации, здесь еще очень важно сказать, что это не значит, что интервьюер поступает плохо или хорошо. И у всех интервьюеров, и у профессиональных, и у только начинающих присутствуют и хорошие, и плохие решения. Присутствуют и правильные решения, хорошие техники, и неправильные решения. Только у хорошего хирурга, да, то есть у них процент, естественно, выше правильных решений. И, соответственно, вот как раз ошибки получения целевой информации, обеспечения адекватности ответа, это пульсификация, фабрикация, думаю, все с этим знакомы. Это сужение или расширение вопроса, это смещение ответа, когда уточняется, например, только часть ответа, вместо того, чтобы зафиксировать полностью то, что сказал респондент, и нечувствительность к логическим противоречиям. Здесь мы имеем в виду, что когда есть несколько вопросов в анкете, направленных на одно и то же, респондент дает противоречивую информацию. Например, она говорит, что она живет одна, а потом вот вчера моя дочка пришла из школы. Понятно, да, то есть эти вещи, которые интервьюер, как думающий человек, они как ромы должны различать и видеть. Соответственно, вторая, ну, первая, да, это воспринимание дополнительности ответа. Вторая сфера взаимодействия, после взаимодействия, это взаимодействие непосредственно интервьюера-респондента, те эмпатические взаимоотношения, которые они устраивают между собой. Мы понимаем, что диалог, который происходит между двумя людьми, он не может происходить без эмоций, без чувств, которые люди испытывают, потому что это два живых существа, это два человека, даже взаимодействия с животными не может быть без каких-то не было эмоций. И мы понимаем, что во время хорошего интервью, да то интервью, в котором интервьюер мог построить с респондентом доверительные, эмпатические, уважительные отношения. И техники, которые работают в плюс, здесь мы тоже выделили четыре, у нас на той, видите, две по четыре техники. Это собереживание симпатии, потому что у нас, наш центр чаще всего проводит опросы в трудных жизненных ситуациях, это инвалидность, это, ну, там, различные неприятные вещи, которые могут происходить с людьми. Мы очень много общаемся с пожилыми, и у них тоже, понятно, да, очень часто возникают не очень приятные ситуации, когда, говорит, скажете, вы замужем, он говорит, ой, нет, у меня вот там месяц назад муж умер. И, конечно, респондент поделился очень важной информацией для него. И если интервьюер скажет, а, хорошо, и следующий вопрос будет задавать, ну, это как бы не очень вежливо будет звучать. Естественно, это может повлиять на желание респондента участвовать дальше, или же повлияет на вот эмоциональный шлейф, который останется у респондента после взаимодействия. Вторая техника, а, соответственно, плохая, это раздражение, которое может испытывать интервьюер в ответ на какие-то вещи, которые говорит респондент. Дальше положительная техника, это объединяющий смех, потому что действительно возникают комические ситуации, и они могут как-то, ну, то есть смех он должен объединять, он не должен выглядеть насмешкой, это не должно быть именно каким-то неуважением к респонденту. Хорошо очень, когда интервьюер может синхронизироваться в своей речи с респондентами, и для нас эта техника особенно важна, потому что, я говорила, мы часто опрашиваем пожилое поколение, и если интервьюер будет говорить так же, как говорю сейчас я, а беседовать он будет с женщиной или там с мужчиной более старшего возраста, которым и так тяжело воспринимать информацию на слов через телефон, то здесь надо быть некоторым зеркалом и синхронизироваться, замедлять свою речь и вот общаться так, чтобы человеку было понятно, что ты говоришь, а вот так вот быстренько, быстренько что-то там, быстрее анкету прочитать, лишь бы что-то отметить, побежать дальше. И очень важная техника с точки зрения именно построения эмпатических отношений, это вежливое завершение интервью. Мы всегда в наших, ну, при подоголовке интервьюеров говорим то, что это крайне важная техника, которую хороший интервьюер, которую вообще профессионал, и человек, который каким-то образом следует профессиональной этике, обязан делать всегда очень правильно, важное и для этого особое мнение. Если у вас состоялась анкета, которая провелилась 20 или 25 минут, и вы сказали, а, ой, это был последний вопрос до свидания, человеку надо вернуть в ту ситуацию, повседневность, из которой вы его выдернули, до этого потратить там 5 или 10 секунд дополнительного времени, мы оплачиваем анкету по времени, то есть как бы это наши деньги, да, и мы, это наше требование, чтобы человек почувствовал, что им не просто воспользовались, а почувствовал, что это действительно, это было важно. Здесь очень важно, чтобы была ответная реплика от респондента, то есть чтобы не один обмен репликан произошел, а два, и это очень сильно увеличивает вот именно позитивный эмоциональный шлейф, который остается у респондента. И для интервьюера это очень важно, потому что помогает ему психологически поставить точку в том взаимодействии, которое у него произошло, таким образом закрыли себя эту ситуацию, подготовиться к следующему интервью. Негативные техники здесь, ну, раздражение, нечувствительное напряжение, когда человек вызывает вопросы по финансы, и видно, что вот он уже сейчас скоро соскочит, что он сейчас уже скоро соскочит, человек сама продолжает долбать его быстрее этими вопросами, то есть у нас прям такие примеры, когда люди, ну, девушка, а чем мне такие вопросы задаете? У меня анкета, и все, следующий вопрос, открывается взаимодействие. И последнее, в книге это тоже все есть, последнее это конструирование информированного согласия, объяснение правил процедур, ошибки здесь, естественно, это предоставление ложной информации, это игнорирование вопросов интервьюера, респондента, когда интервьюер говорит, стоп, вот я задаю вопросы, а вы, как бы, ваша, другая совершенно. И это обесценивание исследования, когда, например, интервьюер говорит, что, ну, я не знаю, кто эти вопросы пишет, вот мне вот дают, а деньги платят, и все. Хорошо, здесь хорошая техника, которая помогает интервьюеру какую-то ситуацию вытянуть, говорит, ну, то, что вы понимаете, что, на самом деле, это важное социальное исследование, и люди же не просто так знают эти вопросы, и мы сейчас с вами можем каким-то образом в науке поучаствовать. Ну, есть разные техники, вы можете правильно прочитать. Ну, вот у меня, наверное, все. Спасибо. Хорошо. Моё время подошли. Вот, я вроде бы заявлено, без микрофона слышно, да? Поскольку 10 минут, я скорее не про теорию буду говорить, хотя заявлено на тему про теорию, сколько о теории или о том, что можно прочитать в этой книжке. Первая, любая теоретическая рамка рождается от такого непонимания проблемы или такой неясности, которая тебя тревожит. От тревоги рождается теория. Вот тревога у меня все время возникала по поводу тривиализации труда интервьюера. Ну, то есть, что, казалось бы, проще, чем задать вопрос, получить ответ, зафиксировать его, и желательно не импровизировать со своим вопросом. Это стандартизированное интервью. Правила стандартизированного интервью укладываются на одну бумажку. Люди, которые рекрутируют работы с стандартизированными интервьюерами, это, как правило, люди с какими-то трудными, вот этим самым словом, с трудными жизненными ситуациями. Никакого требования дополнительного нет. Им бог вортификации. Это с одной стороны. С другой, там возникает масса сложностей. Мы видим, какой огромный поток людей проходит через эту профессию, сколько не удерживается, что человек, проработавший три года, уже считается староживым. Там даже разговоры о выгорании не идут, потому что выгораешь очень быстро, достаточно несколько недель поработать в режиме интервьюирования, и ты как-то уже чувствуешь себя неловко. Посмотришь в сторону, допустим, психотерапии, ты видишь, сколько усилий тратится на то, чтобы человек восстанавливался от одного разговора, а вот этот стандартизированный два десятка или три десятка разговоров в день вдруг должны проходить вот как-то так между делом. Отсюда там возникает это ощущение, что интервьюер – это робот. Ну, поскольку нормальный человек это не выдержит, тогда возникает вопрос, а как же вы, что они ненормальные, как вы на них смотрели или кто-нибудь. Вот это вот, эти разговоры меня окружают уже второй десяток лет, и с одной стороны все понимают эту сложность, а с другой стороны, ну, как бы закрывают глаза, потому что с ним ничего не сделают. То есть, ну, не сделают с ним ничего, и опять дают этот листочек на то, что как повторять эти вопросы, и остальное, ну, как-нибудь там сложится. Это первый сюжет. Второе – теория никогда не возникает с точки зрения вот этого недоумения или тревоги. Ну, то есть, мало ли, о чем мы тревожимся, так и будет всю жизнь тревожиться. Поэтому возникает какой-то толчок, который дает подсказку. Для меня этим толчком или подсказкой стала статья «Богармус». Он давным-давно, он нам известен-то только по шкале по своей несчастной, а на самом деле он писал очень много книг, и, в общем-то, был большим специалистом по социальной психологии, к слову, опросы имеют больше отношения именно к социальной психологии, нежели к социологии. И вот его статья была посвящена интервьюнированию. Меня поразило, что когда он пытался собрать понятие интервью, он вообще не давал дефилицию интервью. Он просто сказал, а давайте посмотрим, как берут интервью в смежных областях. И вот это вам поможет понять, что такое интервью исследовательское. И он выделил 7 смежных областей. Это для меня подсказка, я понимаю, что вы не видите, вы просто схему видите, как она выложится. 7 смежных областей, в которых интервью чрезвычайно важно. Это богатство. Он выделил терапевта, адвоката, священника, социального работника, психиатра с терапевтом развел, потому что там постановка диагноза, а психиатр – это уже лечение, интервью как процесс коммуникации с лечением. социального, а это не он, журналиста и исследователя. Вот это была подсказка к тому, чтобы ответить на вопрос. Как же так? С одной стороны, мы про стандартизацию все говорим, но вроде бы интервью много разных вещей это решает, много разных задач. И если мы пытаемся представить его работу системным образом, действительно провести стандартизацию его работы, нужно вот все его интенции каким-то образом зафиксировать. И богатство говорит, что в интервью, в данном случае он как раз как социолог, ну как социальный психолог, проводящий опросы поставить себя. В интервью, чтобы оно состоялось, нужно реализовать все навыки всех семи профессий, так или иначе, задействовать те элементы. Я ввожу элемент социального исследователя, и здесь происходит такая вещь, что если у нас есть роли, то у них есть ядерные навыки. Эти ядерные навыки соответствуют ролям по главной диагонали данной таблицы. То есть терапевту у нас диагностическое интервью соответствует, адвокату, бензета с подзащитным, священнику испарить и так далее. Собрали. Вторая итерация с этой матрицей, это переход ко второй матрице теоретической. То есть мы говорим, что нам не интересны данные роли, нам интересно само исследовать. Давайте построим матрицу исследовательского интервью как таковой и посмотрим, какие интервью могут образоваться из этих, когда у нас центральной фигурой становятся социальные исследователи. И на основании такого подхода, опять же, нужно заметить, что это чистый формализм. Чистый формализм. Да, ладно. Еще более переход. Я хотел вам показать. Чистый формализм заключается в следующем, что мы по столбцам говорим, что нам не интересен терапевт, а интересен терапевт-исследователь. То есть у нас исследователь как центральная матрица. Нам не интересен адвокат, нам интересен адвокат-исследователь. Нам не интересен исследователь, нам интересен исследователь-исследователь. Кто это такой? Ну это тот, кто автоэтнографию проводит. Ну и так далее. То есть мы их провели. А здесь мы начинаем размышлять, а что же здесь по-главному получается? Что если у нас был терапевт, он проводил диагностическое интервью. А если это исследователь-терапевт, то есть с терапевтическим навыком, здесь начинаются спекуляции. Но спекуляции работающие для того, чтобы нам построить эту систему развлечений. Тогда у него будет фокусированное интервью. Если у нас исследователь-адвокат, то у него возникает этнографическое интервью, как базовое личное. Но нас же интересует в данном случае стандартизированное интервью. Я здесь в качестве базовой метафоры стандартизации беру, конечно, исследователь-следователь. Лучший опрос – это допрос. И мы говорим, что такое исследователь-следователь. Это как раз тот, кто работает со стандартизированным интервью. То есть тот, кто собирает сведения. По главной диаграмме здесь его действие – это конструирование общественного мнения. То есть сбор сведений с помощью практик оперативно-розыскной деятельности. И в этом смысле, в этом году мне посчастливилось познакомиться с сотрудниками ФСО. ФСО – это четвертая власть в опросной индустрии, проводящая огромные опросы. Как я знакомился? Здравствуйте. Не буду скрываться от вас, майор Юля. Здравствуйте, майор Юля. Давайте поговорим о вопросах. И я как раз увидел, что та закрытая методическая информация, которая не попадает не только в средства массовой информации, но никакие социологические факультеты они не знают, она основана на оперативно-следственных мероприятиях и на технологиях допроса. То есть в этом смысле ФСО гораздо ближе к этой технологии, чем социологические факультеты. Но этого мало, потому что здесь у нас есть только строка по стандартированному интервью, она не раскрыта, она ничуть не лучше, чем, допустим, требование задавать вопрос, как он написан. Поэтому нам требуется посмотреть на навыки. И тогда мы говорим, что нам интересен тот же вариант. Здесь у нас был исследователь-терапевт, а исследователь-терапевт еще и с этой матрицы опять перешел исследователь-следователь, вместе совместился. Опять спекуляция чистая, и возникает роль, которую выполняет интервьюер в своей вот этой вот, казалось бы, обыденной работе. Какие роли? Контролер, собеседник, слушатель, экзаменатор, инвентарь, критик, парламентер и модератор. Модератор – центральная роль, роль вот того самого следователя. То есть роль модератора обозначается через обеспечение стандартизации диалога. Это как раз та роль, которую пытаются стандартизировать. То есть он пытается, интервьюер, вести диалог таким образом, чтобы он не вышел за рамки вот этого стимула с той моделью, в которой традиционно рассматривается стандартизированное интервью. Ведь самая большая беда заключается в том, что в качестве модели применяется давний, хорошо описанный элемент стимул реактивного диалога. То есть есть стимул – это вопрос, есть реакция – это ответ, и в этой модели как бы описывается все вопросное задание. Но беда в том, что эта модель работает только в закрытой комнате с контролируемыми условиями, а мы ее переносим в этнографическую среду. Условия не контролируются. Как поддержать эту модель? Поддержать ее можно за счет других ролей. И вот здесь как раз возникает, когда только у нас возникли роли, возникают и действия, которые нужно выполнять стандартизированному интервьюеру, исходя из каждой из этих ролей. Какие действия? Обеспечение адекватности ответа, то есть проверка ответа на то, что он соответствует вопросу. Самый простой пример, я его привожу всегда, это пример, когда человек состоятельный вдруг начинает смеяться и говорит, да разве на эти деньги выживешь? У меня вообще на питание нет денег. А при этом у него, допустим, доходы там 200-300 тысяч в месяц. То есть он может быть очень состоятельным, он может считать, что он несостоятельный. И в этом смысле интервьюер, если человек вышел из Мерседеса последней марки и говорит, что у него не хватает денег на еду, должен усомниться в этом ответе. По стандартизации нет, он должен написать, что не хватает на еду. А сохранение разговора, неформальности разговора никто не привязан к тому, чтобы следовать анкеты. Это вот роль собеседника. Это восприятие ответа, это роль слушателя, когнитивное приятие, проверка достоверности ответа, это роль экзаменатора, фиксация мотива ответа, это диагностика лотенка, это интерпретатор. Критика стандартизации, это самое редко встречаемое качество, потому что оно вообще не требуется со стороны заказчиков. Это тогда реализуется, когда от интервьюера требуются какие-то комментарии, поправки. Вот раньше этим пользовались часто, интервьюеры говорили, мы там на полях анкеты пишем наши замечания. Понятно, что мало кто читал эти замечания, потому что анкеты много, опросы большие, но тем не менее как-то это реализовывалось. Сейчас практически все анкеты, по крайней мере с которыми мы работаем, реализуются на планшетах, они в электронном виде все, или в телефонах, опять же электронные. Писать уже негде, поэтому мы задаем дополнительные вопросы интервьюерам, как вам показалось интервьюером. И он уже когда интервью закончилось, как-то реагирует, наступает критикам стандартизации. Управлением не ответа ли, стандартизация разговора это центральная роль. Таким образом, теория стандартизированного интервью это аналитическая реконструкция вот той сложности, которая кажется простотой. То есть той ситуации, в которой возникает коммуникация, которая теоретически невозможна. Это безумие, я каждый раз повторяю это и не перестаю удивляться. Безумие считать нормальной ситуацией, когда встречаются два незнакомых человека, которые не имеют никакого мотива разговаривать друг с другом, и начинают разговаривать на тему, которая обоим неприятна. Ну то есть это очень странно. И почему это происходит? Это происходит за счет стратегии вежливости, это происходит за счет социального контекста, это происходит за счет вот этих вот ролей и тех функций, которые выполняет профессиональный интервью. И стандартизация как таковая должна стандартизировать эти все функции, а не брать отдельный элемент. Поэтому, когда критики говорят, что я против стандартизации, я говорю, что вы просто не понимаете, что это такое. Вы не просто не умеете с ней работать, вы не понимаете, что это такое, потому что вы не занимаетесь стандартизацией, вы занимаетесь тривиализацией труда интервьюера, приписывая ему те функции, которые он и без вас выполнит. Потому что быть хорошим интервьюером с идеальным респондентом труда не составит. Кто из нас не может задать вопрос, как он написан, надо просто прочитать? Кто из нас не может прочитать этот вопрос и зафиксировать ответственность? Другое дело, что профессионализм возникает тогда, когда возникают сбои и ошибки, когда вдруг эта ситуация разваливается, становится очень сложной в этой ситуации опроса. Вот об этом книга, в этом заключается теоретический посыл. Я намеренно показал структуру или логику измышлений и акцентировал на спекулятивность их построения, но эта спекулятивность гораздо более эвристична, на мой взгляд, чем нормативный подход к тому, что ты должен задавать вопросы так, как написано. Если человек возражает, ты должен повторить вопрос так, как он написан, если он еще раз повторит, сказав, что ты не имеешь права ничего другого делать. Такие интервью невозможны, ни теоретически, ни практически. К сожалению, они у нас в России определяются, не только у нас, кстати, здесь Россия не является каким-то исключением, в мире тоже этого много, определяются как норматив, как стандартизация. Хотя стандартизация не имеется. Спасибо. Я опоздал на две минуты. Вернее, так, перебрал две минуты. Предлагаю следующим образом. Вот так мы по вершкам пробежались. Понятно, что книжка у нас получилась толстая. Но знаете, что по ней любопытно? Мы ее дарим, в основном, дарим не только социологам, но и людям далеким от социологической проблематики, но близким к интервьюированию. То есть я подхожу к врачу, как он говорит, ну знаете, посмотрите, или экскурсовод, кто с людьми разговаривает. То есть мы дарим разные специальности, которые разговаривают с людьми, задают вопросы. Очень многие потом нам возвращают то, ну, в радость, например, нам возвращают. Вы знаете, я что-то сегодня легла спать в три ночи, не нужно меня обозлиться. Вы у меня всю семейную жизнь разрушите со своими книгами, не дарите мне больше такого. То есть книга построена таким образом, и мы это постараемся сделать так, чтобы у вас осталось пространство для собственной критики, интерпретации того, что там написано. То есть та догматика, которая вводится, это догматика в любом случае. Она построена так, что ее можно критиковать, то есть ее можно разрушать. Но заметьте, что эти схемы, они темы хороши, что они схематичны, и здесь возникают определенные элементы. Единственное, здесь есть и метод развития не только со стороны интерпретации отдельных клеток, но и расширения самой таблицы. То есть у меня здесь, это же богатство, сто лет прошло, чего у нас ничего не изменилось. Изменилось, конечно. У нас, например, есть один из видов интервью, который чрезвычайно разработан теоретически. Это интервью при приеме на работу. Очень много книг, очень много подходов. Оно связано с тестированием навыков. Конечно, оно бросится сюда, это сразу изменит. То есть любой новый столбец и строка, понятно, что таблицы сразу изменяются, потому что эти тоже должны быть заполнены по-хорошему. Кроме того, у нас есть роботы. То есть у нас есть роботизация, и мы этого не боимся. В этом году мы сделали серию экспериментальных планов, когда у нас опрос шел на роботный опрашив. Конечно, эффективность колоссальная. За два часа ты опрашиваешь около 20 тысяч респондентов. То есть это просто великолепие. Единственное, есть сейчас ограничение, робот работает где-то минуты две. После этого идет сбой, но на минуты две можно написать транскрипты. Это не пустое общение, это хороший поставленный женский голос. Он не идентифицируется респондентом как робот, это человек общается. И при этом это работает очень хорошо на скринингах. То есть когда нам нужно было отбить какие-то узкие целевые группы, вот этот робот, который мы запускали, он очень хорошо работает. Удешевление порядка. На порядок идет удешевление опроса. А потом он перекидывается на живого респондента, интервьюера, и он уже извиняется. Извините, у меня волос другой, потому что я на этот гад и ушел покурить. Вот, но мы поиграли с роботом, но даже в коммуникации робот не может вести себя как робот. Вот в чем и удивительно. У нас есть расшифровки общения с роботом, и там масса сборев, где робот производит ремонт. То есть прописаны транскрипты, чтобы нормально произошло интервью роботом, сложность заключается в том, что там тоже нужно машинное обучение, и робот должен подстраиваться в зависимости от реплик респондента, потому что никогда респондент не отвечает так, как это является в закрытиях, и идет лавирование вот этой ситуации. Роботы сейчас научились работать довольно эффективно. Но самый яркий случай, я его тоже везде рассказываю, он заключается в том, что когда женщина несколько раз отвечала не в попад, а робот не повторял так, как написано, а добавлял, извините, я вас не очень поняла, но все-таки вот это вот так или не так. И женщина опять что-то трогает, да-да-да, извините, я вас не очень поняла, вот все, все-таки я не очень. То есть там варьирование идет. То есть вторая итерация уже, понятно же, что человек никогда не скажет точно так же, поэтому даже робот запрограммирован так, чтобы изменять формулировки. И вот на четвертую формулировку такой крик в трубку. Я что с роботом разговариваю, что ли? Это было, конечно, вы просто не кли. Это было очень смешно. У робота не было запрограммирован ответ «даст роботу». Я предлагаю перейти к вопросам. Можно задавать любому из нас и за вопрос, как и обещанную книжку. Или за реплику. Комментарий ваше нам любимое. И начередность будет иметь значение. Максим первый. Большое спасибо за интересные комментарии. У меня, я не знаю, может не надо давать книгу, у меня очень дилетантский вопрос. Точно? Нет, не больше нужна. Вы считаете, спасибо, что я ее не заслуживаю. На самом деле, из обучения на соцпаке и потом из опыта работы социологии у меня сложилась достаточно примитивная картина. То есть это такой вопрос-комментарий, в конце будет вопрос, но с большой волной. Что есть, грубо говоря, два больших сценария. Первый сценарий – мне нужно получить какие-то стандартизованные данные в большом количестве людей, и это есть анкета. Причем анкету можно дать человеку, но он заполнит. Можно подозвать интервьюера, который зачитает и внесет вручную, но сути не меняются. У меня есть жесткая формулировка, и я хочу, чтобы именно в этой формулировке все люди ответили на этот вопрос. Неважно, как – самозаполнение или через интервьюера. Есть второй сценарий, где мне важен небольшой количественный вопрос, а мне нужно углубленное некое знание. Тогда принципиально нет никакой стандартизации, есть некий не вопросник, а гайд, путеводитель. И действительно интервьюер начинает беседовать с этим человеком, менять порядок вопросов. Ну, такие прописные истины. И мне всегда казалось все очень просто, что в первом сценарии важен человек, который разработал эту анкету, а дальше, в общем-то, второкурсник или первокурсник, неважно, социолог, может ее заполнять. Он такой, механическое приложение. Во втором случае, никогда никто, кроме человека, который разрабатывал этот гайд, или человек, который въехал в эту тему просто глубоко, не на инструктаже для интервьюера, а вот именно погрузить, он не может проводить эти интервью. В связи с этим, у меня вопрос, о чем говорите вы? То есть, о каких типах исследований, где интервьюер становится не вот этим механическим помощником, но и не разработчиком? Какие содержательные задачки там могут решаться? Потому что для меня, более-менее очевидно, в первом случае, во втором содержательные задачи, которые можно решать. А какие задачки решаются вот таким методом, о котором вы говорите? Ну, здесь два ответа. Если мне вопрос. Вопрос мне или... Он коллективный, я не знаю. Я тогда отвечу, а потом не буду следить. То есть, вопрос в том, что в такой постановке вопросов мы с вами вообще никак не договоримся. Потому что то, что сейчас вы воспроизводите, это та линия, которая является теоретически оппозиционным представлением представленности здесь. Она поддерживается у нас ссылками на наиленовую. То есть, это вот бесконечное повторение того учебника, в котором интервьюер, в общем-то, не может быть профессионалом. То есть, это отрицание профессии полевого интервьюера. А здесь позиция идет еще дальше теоретически. То есть, я как бы не скрываю, что я говорю, для многих может быть довольно парадоксальная вещь. Я не вижу различий между качественным количеством интервью. Потому что я здесь вижу все элементы качественного интервью. И более того, я их вижу по результатам исследований. Не только по техникам, как интервьюер ведет беседу, или как он работает, когда он включает психотерапевтические техники, когда он диагностирует ситуацию и так далее. Но и по результатам. То есть, любой опрос, который мы не проводили, причем он не зависит от объема. Это может быть 10 тысяч, к счастью, мы как бы имеем возможность экспериментировать на разных объемах. Это может быть опрос 600, то есть, мы спускаемся до этих моментов. В любом опросе 10% интервью напрочь выбиваются из того тайминга, который мы определяем под вопрос. То есть, условно, у нас опросы 10-15 минут должны длиться, 10% интервью длятся по 40-50 часов. Это, как правило, люди пожилые, допустим. Это, как правило, люди рефлексивные. Иногда какой-нибудь директор или человек, который вдруг чувствует себя экспертом, он считает, что он не может просто так сказать, не дать комментарий. Или это случается тогда, когда определяются так называемые социально неодобряемые ответы, и человек, чтобы дать ответ, он дает пояснение, он как бы оправдывается. Я вот не против Путина, но вы поймите, что вот здесь вот это связано вот с этим, вот с этим, и там пронуваемого что-нибудь. То есть, он не может просто так сказать, что я против Путина, потому что у него в голове сидит, что как-то он против общего движения в своем поселке. И поэтому мы это видим, как бы, отличие, вернее так, отсутствие отличия между количественными качествами в самой стандартизированной процедуре. Что делаем мы? Мы говорим, ребята, нам не нужны тогда специально глубинки эти проводить. Мы делаем опрос, идентифицируем экспертов в этом опросе, потом анализируем просто про как той стандартизации вот это интервью с расширенной, аргументированной. И мы это реализовали в последнем проекте, у нас был проект, в котором, кстати, работали роботы, когда нам нужно было репрезентировать сельскую Россию. Там всего 20 с небольшим, то есть, ну, там четверть населения у нас живет в селе, и поэтому, если делать это репрезентативный опрос, ну, дороговато, дороговато постоянно. Мы запустили робота, он у нас задавал вопрос, в селе вы живете или в городе, люди в селе переключались на интервьюера живого, мы взяли опрос. Это утешеление. А второе утешеление, мы умудрились провести 500 экспертных интервью в рамках нашего стандартизированного опроса, потому что мы идентифицировали людей по уровню образования и наличию опыта работы в сельхозиндустрии, и плюс расширенного ответа на наши вопросы. То есть мы взяли людей, у которых была квалификация определенная, но компетентность, так называемая, приписанная. И у нас возникла компетентность дискурсивная, он не просто там работал агрономом когда-то, он на наши простые вопросы по поводу там сельхозугодий дал ответ на 20 минут вместо до нет. Все, мы таким образом провели в рамках стандартизированной процедуры не просто репрезентативное исследование малой группы, но еще и взяли экспертные интервью. Это все невозможно, если вы находитесь в своей парадигме, когда вы разделяете, вот это качественно, это гайд, это одна линия, другая. Точно так же и гайд, вот у нас пример стандартизированного подхода к гайдам, это господин Белановский. То есть это вот нет другой позиции, то есть я говорю, вы занимаетесь стандартизированным проведением фокус-группы. То есть вы на самом деле некачественник, он, конечно, как бы на ДВ, какой я некачественный, я самый качественный. Это единственная книжка в России с огромными тиражами, но по факту, если мы начнем разбирать его методические конструкции, в которых он работает, он у нас попадет в стандартизацию. Потому что для него лучшая фокус-группа это групповой допрос. То есть с пристрастием желательно. Мне кажется, если вы прочтете книжку, особенно вот эти фрагменты, вы очень легко увидите, что интерфейер это не просто машина по защите. То есть он должен проявлять... Это вот обычный стандартный массовый вопрос. Это телефон, который проводит интервью. И вы увидите, какой разнообразие всяких разных ситуаций. Не сводится вопрос от него. Я просто хотела как раз показать на примере из книжки, как это все работает. Потому что то, о чем говорите вы, оно так не работает. То есть если бы это так работало, проблемам бы не было. Вот у нас есть абсолютно компьютеризированная анкета. Там все ветки выстроены абсолютно четко и логично. Если человек отвечает на вопрос так, то ему задаются такие-то вопросы дальше. Вот я просто приведу вам пример, как это работает в жизни. Вопрос взаимодействия интервьюер женщины, 63 года, мужчина, респондент, 69 лет, из Красноярского края. Вопрос. А если среди ваших близких, родственников, друзей, не проживающих вместе с ними, те, с кем вы регулярно общаетесь не реже одного раза в неделю лично по телефону, по скайпу? Человек 10. А кем они вам приходятся? Внук, внучка и сестры. Дальше перечисление, сколько внуков, сколько там кого и так далее. И следующий вопрос. Через несколько вопросов интервьюер задает следующий вопрос этому же респонденту. 30 секунд между этими репликами. Скажите, пожалуйста, помогаете ли вы кому-нибудь? Деньгами или продуктами? Или работой по хозяйству? Ну да, детям своим, сыну, дочери. Тут интервьюер понимает, что вопрос, который она задавала заранее, не очень бьется с ответом, который она получает на этот вопрос. Если мы сходим к зрению с антартизацией, она отвечает это и идет дальше. Что делает интервьюер? Это как раз оценка адекватности ответа, о котором я говорила. Если бы мы получали чистые данные изначально, то как бы не возникло бы такой ситуации. Так, что-то в их стеркви близких родственников не звучало, говорит интервьюер. Да, ну да. А вы с ними редко общаетесь? Не, ну как, они со мной рядом не живут, но мы с ними общаемся часто с дочерью. Ну а что вы их не назвали? Ну я не знаю, как-то вопрос не так задали, значит. Да? Ну может быть я тогда смогу поправить? Ну смотрите, поправьте. Интервьюер останавливается, откатывает анкету на несколько вопросов назад и изменяет анкету респондента. Это нестандартизированная процедура. Это как бы бьет, подставляет интервьюер на штрафы и так далее. Но здесь мы получаем как раз адекватный ответ, который отвечает на поставленный вопрос. То есть это фактологический вопрос. Мы очень часто говорим о том, что, ребята, вы понимаете, мы не против того, чтобы интервьюеры проявляли немного свободы, там где-то можно проявить. Но действительно, от того, как вы зададите вопрос, количество детей у женщины не изменится. То есть если вы задаете вопрос, а сколько у вас детей, она вам скажет двое, а скажите, пожалуйста, сколько детей у вас есть, она скажет трое. Нет, конечно. То есть фактологически здесь та же самая ситуация. А можно на уточнение, просто в продолжение. Вы сказали, что любой, как это обнаружено, то есть вы сказали, что в любом опросе 10% интервью, которое выходит, да, и вот можно провести эксперты глубинные. И вот на примере сельхоз сельской России, а как, вы специально отбирали каких-то этих экспертов, которые, там, были сельскохозяйственным образованием, но как, желательно, чтобы идти на чистое детей? Нет, это случайная выборка, они попали случайным образом, мы отбирали по переменам. У нас есть переменные... И именно с ними были глубокие... Не было никаких глубоких интервью. Мы не могучи, а получились... Мы не сами болтали их и старовек. Я понимаю, да, нет, но получились именно с ними, не с другими, которые болтали. Не с другими получились, здесь разные пересечения, а с кем-то, кто, эксперты, не получилось. Но мы взяли именно на пересечения, обычно... А тут получилось 500 все равно, да? Взяли 500, да. То есть мы по этому условию и выиграли темпы, потому что мы опустились по цене так, что остальные просто ошалели. Как можно взять огромный опрос, еще 500 интервью общего российского репрезентативного вида? Так, кто... А можно просто... Можно... Можно... Можно я... Давай, а я просто... Да, у меня вопрос, что-то... Ко ухоэстративного вида... А... Ну, да, я просто... Совсем коротко, просто потому что вы сказали, все-таки здесь речь идет о методологических речах. Ну, проверка на внутреннюю непротиворечивость и так далее. Или на погружение в тему с собой. Полнота или точность. У тебя такой же, да? Полнота или точность. Ну, ладно. Ну, я не смогу сказать. У нас, например, был очень сложный опрос по пособиям подпочисляемым. И мы потратили где-то часа четыре, пытаясь обучить и объяснить интервьюера нашу анкету, какие пособия полагаются другому респонденту, какой категории граждан, да? И все равно даже те интервьюеры, которые прослушали этот вводный курс, значит, да, они не смогли погрузиться в эту тему, потому что это реально очень сложная тема. И более того, даже те, которые поняли, которые опрашивали респондентов, столкнули ситуацию, что респонденты сами вообще не понимают, какие пособия они получают и не могут вот это вот сформулировать так. Это был просто, ну, непровальный, конечно. В итоге нам, короче, приходилось этот опрос анализировать качественно. Нам пришлось практически там из выборки в тысяча шестьсот, по-моему, там было прослушивать больше тысячи вопросов, ответов на вопросы, чтобы фиксировать действительно, какие они получают эти голосования. Поэтому здесь, конечно, это зависит от ситуации. Если мы говорим про какие-то обычные опросы, ну, на жизненные ситуации, на какой-то жизненный опыт, то там, конечно, требуется глубинное погружение в тематику, но мы должны понимать, что каждый респондент – это индивидуальная судьба. И некоторые вопросы могут быть к нему неприменимы. Вот, например, у нас, опять же, была ситуация тогда, трагическая, ну, не была трагедия, и бабушка воспитывает свою дочку, свою внучку вместо родителей, потому что родители погибли у нее, и она оформила на нее все, не опекунство, она ее удочерила, но бабушка в возрасте, у нее проблемы со здоровьем, а ситуацию следующую опрашивали мы либо официальных представителей, либо родителей ребенка. То есть у нас не было разделения того. И вопрос следующий был, там, для респондента – а планируете ли вы еще рожать или иметь детей в будущем? И интервьюера, зная, общаясь с человеком, там, 10 минут, в том моменту поняла, насколько тяжелая семейная ситуация, и она этот вопрос опустимый, она даже не стала его задавать. Для нас очень важно? Нарушение на стандартизацию. А можно, пожалуйста, вернуться, вот, когда у вас был фестивный гулян, который был зачитан, вот, я эти концепты не знаю, но это непосредственно спорно, но это неинтересно. Все-таки вот смотрите, что мы имеем. Мы дали один вопрос, с кем вы общаетесь? Ну, из серии, там, на работу не кажется, что вы привыкли, с кем вы можете общаться добровольно? А человек вам ответит. Дальше задается другой вопрос, кому вы помогаете? Он вам говорит, детям. И вы, из этого интервьюер делает вывод, что, как бы, неправильно был ответ на предыдущий вопрос, хотя предыдущий вопрос был совсем другой. Вы можете, как организация, присылать детям, вы работаете на алкоголику, но при этом дружить со своими сестрами и внуками. И тогда у меня вопрос, как бы, вот так как то дополнительное внимание, да, которое возникает в этом сюжете, оно все-таки работает на какую задачу для вас, с точки зрения качества тех данных, которые собираются. То есть здесь кажется, что вот в этой ситуации мы получили какой-то дополнительный выбор, что мы точнее получили ответ на первый вопрос. Или мы в действительности, как и задавали два разных вопроса, человек нам по-настоящему отвечал как-то крепко. То есть, знаете, какая же... То есть, осуществляю вот эту идею о развивании, которое, мне кажется, очень симпатичное, о развивании между качественными количествами, да, но, тем не менее, здесь... Вы знаете, есть какая еще одна проблема? Я с вами согласна. То есть, у меня вопрос... Здесь есть еще следующая проблема. Если мы говорим про вопросы, связанные с отношением, да, к чему-то, то чем дальше вы говорите с человеком на эту тему, тем больше разных оттенков отношений он вам будет говорить. Например, как вы относитесь к президенту, да? Да. Ой, я там очень плохо к нему отношусь. Хотя, знаете, вот у нас, в принципе, вот что-то изменилось лучшее в стране. Наверное, все-таки нормально. Хотя я бы вчера посмотрела его по телевизору, вот такой он уже. И он вам в течение 300 секунд даст три треугольные противоположные точки зрения. Конечно. Когда каталогический вопрос здесь легче брать, да? Поэтому, ну, это проблема, действительно. В данном случае она... Здесь проблема операционализации самой анкеты. И это отдельная тема, что там нас тоже выкрукают все время. Надо учить в интерьере эту позицию занимать. Составьте сначала нормальные анкеты, а потом учите нас, как правильно вести беседу. Но, к сожалению, здесь есть ответ банальный, но он уже звучит лет сто. Нормальных анкетов нет. То есть даже вот эта ситуация, которая озвучена, да? Формально можно проинтерпретировать так. Но ведь всегда возникает вопрос, а что было за программные вопросы? А программные вопросы были отношения регулярные. Именно поэтому интерпретация идет, и она совпадается с исследовательской интерпретацией. Мы же не хотим буквально понять вопрос. Потому что мы понимаем, любой вопрос интерпретируется у меня в том. То есть, понимаете, какой еще вопрос? На что мы получаем ответ? На услышанный вопрос или на заданный вопрос? Да. Я предлагаю... Следующий. Пока вы несете книжку, да? И, понимаете, другой же интерьер, аналогичный статус не переспросит, все равно инструмент разный. Сейчас здесь... Следующий. Я как раз вас хочу спросить. Дело в том, что среди перечисленных вами фигур не было историка. Или, может быть, просто там он есть, а я его отсюда послал без зрения. Нет, историка нет. Историка нет. Они погоны не носят, в отличие от следователей, да? Я сейчас представляю историков. Меня зовут Геннадий, потому что я занимаюсь историей многомыслия в исследовательском центре Мемориала. И вот как раз выяснилось, например, что исследовать такое явление, как сам издат, архивными библиографическими методами невозможно. Ну, по многим причинам. Да? Вот это была такая практика, потаённая часть и т.п. Вот мне интересно, скажите, отсутствие историка означает, что на самом деле социологический и исторический мир не взаимодействуют, хотя, например, мы знаем, что для советского периода мы сталкиваемся с неточной статистикой, с идеологизированными даже секретными документами и т.п. хорошо влияют. Нет, здесь ровно наоборот. Это, естественно, означает только одно. Это означает в рамках этой таблицы, что богатство историка не упоминают. Здесь формально я шёл по идеологии предможенной богатности. То, что вы говорите, может обогатить эту таблицу. Нам ничто не мешает сюда поставить историка и начать думать, как он взаимодействует с разного рода ролями, и какие роли он должен выполнять, чтобы решать свою задачу. Именно этим не симпатичен данный подход. То есть это подход Симона Каргонского с его веренными матрицами. То есть подход, когда мы смотрим на ситуацию не с точки зрения поиска одной единственной метафоры, попадая в ловушку качественное, количественное, а с точки зрения контекста, в котором находится действие человека. Действующий человек всегда в контексте историк, который проводит своё историческое исследование и пользуется устными рассказами как источниками, он так или иначе задействует все роли, которые используют и психотерапевт, и исследователь, и социолог и так далее. Именно поэтому мы можем его поставить сюда, в эту клетку. Если вам интересно развивать навыки интервьюера с точки зрения такой теоретической рамки, то она вполне это допускает. Просто нужно усилие для этого, нужно с этой рамкой брать. Вопросы, комментарии, причём вопросы, наверное, в Надежде, по поводу оценок, которые вставили интервьюеры. Я вас прослушал, вы в итоге оценили интервьюеров, которые проводили исследования? Интервьюер, фрагменты. Фрагменты или как бы работа интервьюеров? Нет, фрагмент, работа интервьюеров. А, вы это как-то сделали систематически или просто в качестве примеров что-то? Не-не-не, там 104 фрагмента, они все оценили. А, и в итоге, и какие оценки в итоге получили? Просто интересно. Ну, сложно говоря, три или два или там восемь или что? Вы имеете в виду, сколько оценок хорошо, сколько было? Ну да, в итоге вот как? Там примерно поровну получилось. А вы их случайно выбирали как-то или вообще вот как это получилось? Или все? Не-не, смотрите, мы проводим много телефонных опросов. И мы каждый телефонный опрос проводим так называемый оперативный контроль. Когда мы с первого дня прослушиваем интервью. И, соответственно, когда мы это делаем, то в каждом втором или третьем интервью возникают какие-то вот такие ситуации непонятные. И мы их для себя расшифровываем и выписываем. А, то есть вы скорее для как бы методического примера, да? Но мы еще отсылаем это в режиме реального времени, допустим, если вопрос плохо работы. У нас был такой, нужно было указать фактический стаж интервьеры в 90%. У них был до этого какой-то вопрос очень схожий. И они спрашивали про трудовую книжку. А это другой совершенно вопрос. Потому что, в принципе, мы вот эти фрагменты расшифрованы не специально для этой книжки. Они у нас уже на какие-то следующие годы исследования, скажем так. Мы их собрали, скажем так. Там нужно вот этот поиск определить так. Конечно, он ничего не репрезентирует. Здесь нельзя считать вот эти вот проценты, сколько хорошо, что плохо. Что было нашей целевой функцией? Нашей целевой функцией было заполнение вот этих клеток. Потому что каждая из этих клеток, это некоторая техника, которая исполняет интервьюер для того, чтобы реализовать свою стратегию. И мы смогли заполнить очень мало. То есть вот заполнена клетка, вот заполнена... То есть очень мало. Это не значит, что там нет этих клеток. Это значит, что мы не научились еще интерпретировать. А может, их действительно нет. И в книге вначале она начинается с меньшей таблицы. Она начинается с таблицы только тех ролей, которые мы увидели в наших фрагментах. В этом смысле попытались соединить эмпирический материал с теоретической конструкцией. А эти таблицы заканчивают книгу. То есть они показывают, что может быть теоретически. Какая позиция интервьера, какое исполнение его роли. Возможно, мы это не увидим. Поэтому здесь скорее лучше описывают ситуацию фрагментов как примеры, показывающие реальную работу интервьера, нежели некоторые практики типичные. Да, ну я понял, как-то изначально не было сказано, и поэтому не было ощущения все-таки, что это такое, зачем и какие здесь результаты. Я теперь понял, что это не было просто систематической оценки работы интервьеров, а просто как некий инструмент рабочий для того, чтобы... Да, ну вот насчет теории как раз у меня есть комментарии. Вот тут вот, значит, у меня возникло... Ну, я по гардовости, честно говоря, эту статью не читал, но я выскажусь. Значит, по этому поводу. И вообще у меня возникло, значит, ощущение, что, в общем, это не очень конструктивный подход, потому что мы можем количество этих самых строк увеличивать до бесконечности. Историков добавить, химиков добавить, клиников добавить, лириков добавить. И, в общем, практически, как бы почти во всей деятельности любого, так сказать, этого самого в обществе, в любой профессии, да, есть некая коммуникация. И в этом смысле совершенно непонятно, почему он там следователей выбрал, а, например, судей нет. Вот. И, а может, и судей я просто не вижу, но, по-моему, судей там нет. А следователей? Да, 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 да. Да, адвокаты почему-то, а я бы, скорее, наверное, судей, судью здесь вставил, да. И, по-моему, это, как бы, в действительности путь, который не позволяет это всерьез проанализировать, и не зря у вас как раз столько пустоты в этом. Мне кажется, что здесь, при том, что мне кажется очень конструктивной и очень хорошей идеей рассматривать, как бы, значит, поведение интервьюера, его роль, да, как некую мультиролевую, значит, деятельность и активность, именно потому, что вот простая схема, как бы, прибор-частица, с которой начал, значит, Максим, что-то, просто, там, зачитывание стандартное и так само, да, и что, фактически, речь идет о том, как в старом, этом, физическом, уже сейчас старом подходе, что, да, конечно, прибор влияет на, значит, эту самую, на, там, частицу, на показания, да, но лучше сделать так, чтобы он как можно меньше влиял, и вот, вот, в принцип, чем меньше он влияет, тем лучше, и в результате мы получим чистый ответ. А тут, как бы, логика другая, которая мне как раз кажется совершенно верной, что для того, чтобы получить вот эту стандартизацию, то есть, качественный результат, нам, на самом деле, нужно действовать нестандартно. И вот, и при том, что мы не можем изначально прописать эти ходы, вот, нестандартные, для того, чтобы получить стандартизованную информацию в том смысле, что она соответствует целям и задачам. Именно потому, что здесь есть принципиальная некая неопределенность и много-много бесконечная, как бы, вот, вариативность, которую формально невозможно сразу задать. Ну, без надежды, что это вариативность и конечность. Может быть, а мне кажется, что как раз вот ваш подход говорит о том, что она, может быть, и не конечна, и что, в общем, даже и не столь это важно, сколько здесь вариантов возникает, а именно давая свободу интервьюеру и, так сказать, не требуя формальных от него вот этих вот каждого чиха там, да, и так далее, что мы надеемся на то, что у него есть некая умная машина, вот, значит, умнее, в этом смысле, по-видимому, по крайней мере, пока любого робота, который эти ситуации сможет лучше разрешить. И вновь возникающие ситуации, он сумеет как-то, так сказать, найти, что с ними делать. И что мы заранее ему не даем жесткого алгоритма как-то действовать. В этом смысле, мне кажется, это как раз правильный подход. И не знаю, насколько тут удачная терминология стандартизации там или, так сказать, не стандартизация, но мне кажется, что да, оно вполне себе годится, что мы, если мы хотим получить стандартизованную информацию с точки зрения заданных целей, мы должны дать свободу интервьюеру, чтобы он, так сказать, сумел вот эти ситуации, которых бесконечное количество, сумел бы с помощью своего экспертного и прочего, там, жизненного опыта и прочих этих самых дел, чтобы он сумел, значит, разрешать. И вот когда мы этому даем, тогда да, у нас есть больше шансов на стандартизацию, чем просто вот на это вот зачитывание без особого смысла, что не предполагает возвраты. Я так думаю, что там много еще ситуаций возникает, особенно когда много... Вот. А, значит, но что, мне кажется, так сказать, с чем я, в общем, пожалуй, не согласен, это с вот изначальной вот этой самой идеей о том, что количественной... Ну, как бы нет некого принципиального отличия между количественной и качественной... Ну, это хулиган, это хулиган. Мне кажется, что, в принципе, как байпродукт, что ли, как побочный продукт, да, можно получать действительно, значит, интересное экспертное интервью, проводя там большое количество количественных, этих самых, значит, таких стандартизованных, значит, анкет, да. Но, в принципе, все-таки, так сказать, далеко не каждый раз это удается сделать. То есть, получилось? Молодцы. А я так лично. Я просто валовил дым. А это же ведь возможно только из каких-то из наших инструкций. У нас инструкции отличаются от инструкций ФОМа и ЦИОМ. Ну, допустим, если в ФОМе, ЦИОМе или в Белароцентре человек начинает аргументировать ответ. Ну, говорят, слушайте, ну, не надо. Давайте перейдем к следующему. Вот у вас больше шансов получить. А у нас инструкция такая, что если кто-то начинает аргументировать ответ, задавайте ему дополнительные вопросы, чтобы определить его квалификацию. Поэтому у нас, как бы, мы толкаем людей. Это очень хороший подход, на мой взгляд, который действительно вот дает такое, потому что, вообще-то говоря, замысел, вот изначально, да, и дизайн вот этого количественного и качественного исследования, значит, они, конечно, разные. В том смысле, что, как раз, качественные исследования, ну, я, опять же, угрубляю и так приватизирую даже во многом, для того, чтобы собирать новые проблемы. Если мы новые проблемы, значит, не собираем, то нам вообще-то и проводить нафиг не нужно. Вот. Ну, качественные исследования, да? На количество совсем другая задача. И если удается это совместить, ну, отлично, то есть прекрасно, и вот этот подход очень хороший, но это не всегда работает и не всегда дает качественную информацию, по-моему, это нормально. У меня очень короткая реплика, я просто все-таки понимаю, что мы сказали одну очень важную вещь. Зачем мы вообще все это делали, как это все начиналось? Мы начинали анализировать работу интервьюеров, прежде всего для того, чтобы, ну, как, начали вещества ошибки, да, а потом понимаем, что с ошибками делать. Мы проводили тренинги с ними, и мы это делали для того, чтобы один инструмент показать позитивные практики и решение коммуникативных затруднений. Если у тебя тогда такая ситуация, смотри, у всех свой набор, да, техник, кто-то может это делать, кто-то не может делать. И у каждого они индивидуальны, но есть набор какой-то, и его можно показать интервьюеру, чтобы он мог выбирать, то есть идти по какому-то уже пути, по которому шли его практики. Прекрасное замечание, как раз вот, я забыл одну вещь, в связи с этим, мне кажется, что как раз есть 2-3 базовых роли, в отличие от вот этого множества длинного списка бесконечного, есть 2-3 базовых роли, ну типа, интервьюер, как переводчик того, что хотел сказать исследователь. Потому что, кроме всего прочего, вот при этом, по мне, мне никогда не удавалось, когда я проводил интервью, зачитывать просто вопрос, ну невозможно это почти сделать, просто вот это противоестественно, да, да, да. То есть, де-факто, ты начинаешь объяснять, объяснять, что имелось здесь витую, причем ориентируясь на то, что да, вот есть пожилые, есть грамотные, есть глупые и умные, есть таком вот намек дашь, он сразу все понял, он тебе расскажет, а есть полчаса будешь объяснять и, так сказать, замаешься. В этом смысле, как переводчик. Другое, значит, интервьюер, как, значит, так вот, средство обнаружения неожиданных противоречий. То есть, когда ты вдруг возникаешь, видишь, что да, вот в этих ответах есть противоречие, именно потому, что интервьюер, как, ой, респондент, как-то вот не так понял, или по-своему полу, или забыл, что-то отвечая на предыдущий вопрос. И возникло противоречие. Ну, например, просто как одна из-за. Вот, вот, я бы еще 3-4, может быть, назвал таких вот базовых ролей, которые независимы от профессии конкретной, да, независимы от сферы деятельности, в которой исследования проводятся и так далее, какие-то некие методические именно такие роли, что ли. И вот это, мне кажется, более конструктивный подход. А он здесь выражен, потому что у нас в начале книги выделено 4 роли, которые вот как раз связаны с соведением вариантов. Когда видят противоречие, это роль контролера, то есть ситуация. Потом есть роль собеседника, поддержание эмпатических отношений, роль критика, в данном случае критика анкеты, и роль модератора, это проведение. Ну, да, вот это вот, да, вот это вот выглядит более или менее адекватно, потому что фактически, по-видимому, вот эти профессиональные все вещи, связанные с тем, что там следователь, так сказать, или кто-то еще, да, это просто разный набор вот этих вот базовых ролей. У одних больше как бы вот направлено на то, чтобы выявить противоречие, если он следователь, да, он тебя ловит и информацию таскивает. А другой, наоборот, так сказать, больше там речь идет об интерпретации, как это еще. Предлагаю пойти дальше. Нет, 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 погоди. А, спасибо. А, ну, свежи. Спасибо большое за очень интересную презентацию. И у меня вопрос к тому, что было уже потом, по сути, в обсуждении. Потому что у меня и вопрос о том, что будет на шаг дальше. Потому что, мне кажется, должны быть какие-то инфикации, последствия для анализа данных. То есть, если сбор идет, да, то есть, есть методология другая, она позволяет собирать какую-то информацию, которая больше, то это как-то предполагает, что это и образует и анализ, да. И вы, с одной стороны, говорили о том, что вы анализировали, как уже, качественную часть, а предполагает ли это какой-то пересмотр того, как вы анализируете количественные данные. Я здесь ответ отрицательный. Сразу же, я вас перенеслю. А вы продолжите, если я, как бы, отвечаю на ваш вопрос. Мы здесь не предлагаем ничего нового. Мы эксплицируем, что и так есть. То есть, реально, интервьюеры так все это выполняют. То есть, мы не предлагаем новую методологию. Мы просто говорим о том, что не нужно занимать позицию, что вот вам инструкция, но на самом деле делайте вот так. Как делайте, потому что иначе ничего не стремится. И вот эта позиция, которую Невада приписывал населению, двоемыслие, она на самом деле позиции следует. У нас все исследователи, количественники, занимаются двоемыслием. Потому что, с одной стороны, они дают стандартизацию, вот такую, которая есть унификация и симплификация процедур. А с другой, говорят, ну делайте, что хотите. Потому что примеров таких масса. То есть, мы ориентируемся на Росстат, потом человек приезжает, он живет, и он походим, у жителей нужно собрать. Что делать? Она носится и говорит, кровь из носу оштрафует. Она бежит на лесопилку, находит мигрантов трудовых, которые там и опрашивают всю бригаду, которая на самом деле живет в других районах, но закрывает квоту. Все счастливы. Это ровно о том, что, в общем-то, наша методология ни в коем случае не подрывает существующую систему анализа данных, а просто ставит все на свои места. В рамках поливора. Вы спрашиваете, наверное, про то, что я говорила про пособие. Там мы правили массив, конечно. У меня был вопрос, когда вы говорили об отношении к власти. И когда то, что человек говорит несколько противоречивых, формально противоречивых мнений, но это его мнение, и они не укладываются. Поддерживаю, одобряю, не одобряю. То есть интервьюр фиксирует комплексность отношений, которые, да, вы можете притянуть за уши, ну не за уши, а в смысле, ну вот выверить все-таки лидирующую тенденцию, свести, да, нет. Но вот без отображения этой комплексности отношений, это упрощение, которое искажает то, как работает отношение человека. А вот, ну, вот если при таком сборе данных, да, который это как-то фиксирует, то это, ну, как-то дает возможность. И я поэтому хотела спросить, есть ли возможность из такого вот ухода от финальности в некоторых случаях, когда это правда? Да, 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 да. Но это вся та же история. То есть на самом деле это мельчение отличается от нормального сбора данных, которые регламентируются. Вот просто если нам действительно важен какой-то вопрос, и мы на него задаем дополнительные вопросы, то есть вопрос там оценки президента на своем посту, да, и мы понимаем, что любое удержание человека у этого вопроса приводит его в антивалентную позицию. Он проведет и эти примеры, и эти. Нам просто нужно увеличить количество столбцов или переменных по отношению к этому вопросу. У нас есть один вопрос, есть дополнительный вопрос. Фактически ничего не меняется, на мой взгляд. Просто увеличивается количество переменных, работающих на операционализацию нашего основного вопроса. И здесь это решается либо посредством переопределения анкеты, то есть условно говоря, в этой идеологии, которую я сейчас провожу, умнивусного типа анкеты странноватые. То есть если уж хотите что-то изучать, делайте это прицельно и одним, изучайте один программный вопрос в целых блоках других вопросов. А второй подход, он тоже легитимен. Это подход перехода на пара данных. То есть вы можете задать вопрос, но кодировать вы можете не только открытые вопросы, вы можете кодировать и закрытый вопрос. Вам получен ответ, зафиксирован интерьер, а потом посадите сюда еще 10 кодировщиков, и на один вопрос, который занял там 10 секунд, у вас получится список 40 перемен. Самых разных. Создавая пара данных, включая, допустим, автоматическое создание пара данных, там самые лучшие пара данные, надежные, стабильные, дающие очень интересные результаты, которые можно поставить только регрессионные модели, это время ответа. Отличные пара данных, которые не требуют никакой кодировки. Ими все пользуются. Мне очень нравится такой идеализм, потому что у меня всегда возникает вопрос, что люди, которые владеют прагматикой разговора, прагматикой ведения беседы, в такой степени, чтобы в одной беседе, исходя из каких-то там стимулов, изменения ситуации, пробежаться по всем вот этим регистрам, тонко почувствовать и так далее, каким образом они работают интерьерами, а не, например, в продажах какого-нибудь проктора с кембл. Это, наверное, помню как идеалисты, потому что это высоко востребованный навык социального манипулятора, который, как говорится, позволяет очень много денег заработать и не ображает, что у вас... Я сразу отвечу на эту реплику, очень простую. Мы, когда приехали к нашим партнерам, и вот предыдущая книжка в прошлом году была основана как раз на разговорах с интерьерами, мы поразились высочайшему уровню квалификации людей, занимающимися стандартными опросами. Там были главные бухгалтера, юристы, с ведущей практикой, бывшие чиновники, причем высшего уровня, то есть не среднего, а высшего уровня бывшие чиновники, учителя, преподаватели и так далее. Единственное, что их объединяло, это сложная жизненная ситуация. То есть у кого-то там дом сгорел, у кого-то муж ушел. То есть вот их толкала в работу интерьера такая психотерапевтическая практика. Просто забыть, начать работать механически вот на чем-то, чтобы отключиться вот от всей той каремати жизненной и тех передряг, в которых они живут. Есть отдельные кости от интерьеров, это студенты, но он очень маленький, в телефонных опросах почти не удерживается. То есть студенты не могут работать в столь жестком режиме, тем более некоторые наши партнеры, там супервайзеры, конечно, доходят до беспредела, там они контролируют выходный туалет. То есть вот в туалет пошел, нет, еще рано сел, села. Села никакого туалета. То есть когда вот такие практики ты видишь, конечно, подумаешь, ой, очень внимательно. Другими словами, высококвалифицированные. То есть по сути дела, люди и с богатым жизненным опытом, с опытом жизненных травм, переломов, переходов из каких-то социальных позиций к другим социальным позициям, плюс, как правило, высокообразованные, видимо, уже стал акцем в этом дело. Хотя к тому, что вы как бы фиксируете вот эти, вот это прекрасный анализ, как бы, говоря, молодежи, на каком-то скиллов, которые требуются. Но в то же время есть понимание, что для того, чтобы приобрести эти скиллы, можно, конечно, посмотреть. Но это как научиться живописи, повторяя картинки, живопись по номерам. Мы, конечно, понимаем, что живопись по номерам, это анализ этой живописи, научиться рисовать по ней, наверное, сложно. Но спасибо за эту работу, потому что, я же говорю, очень приятно видеть, что кто-то показал, насколько это сложно, а это не просто сидеть и поболтать. И что таланта в этом смысле очень-очень мало. И платить им надо намного больше, чем нам надо. Это однозначно, потому что это высочайший квалификация. Вопрос как бы, и я вот, говоря про идеализм, про фикционизм, и одобряя все это, я вам еще добавлю сложности. В этой таблице, веерный, знаете, я чего не вижу? А от того, что и респонденты тоже проходят через разные регистры и могут быть и исследователями, и поисками противоречий, и провокаторами, и следователями, и адвокатами, судьями и так далее. То есть, это игра в два ворота. В оба ворота. Поэтому эта таблица должна быть еще трехмерной, в данном случае. Потому что, ну, как бы, большинство ситуаций предполагает не просто исследователь-исследователь и священник, да, уже, а исследователь-исследователь и священник в ситуации, когда твой респондент вдруг из терапевта превратился в следователя, сам себе это дает. Что ты тут, Таня, делаешь? Почему ты сказала, что тебе нравится кошлая воля, а на самом деле ты не знаешь ни одной песни, как она называется, не можешь процитировать там вторую строку, что-нибудь в этом родится. Вот мне поинтересно было, как вот в этом смысле поприсать. Можно я смешной расскажу фрагмент, но просто вот из-за тех вопросов, которые у нас были. У нас был вопрос по репродуктивным каким-то там стратегиям, и один из вопросов сейчас это шло, что после какого возраста женщине уже лучше не рожать детей. И получилось так, что... вопрос вот так вот на самую сенситивную и сенситивную разницу. Он идет гораздо лучше, чем вопрос по финансам многим другим. Людям об этом очень интересно. И получилась следующая ситуация. Респондент, врач-аккушер, с огромным жизненным опытом и вообще там уже прорабатывал, что там 30 или 40 лет на этом поприще. А интервьюер, женщина, там 37-38 лет, подумывающая о том, чтобы родить второго ребенка в одном возле одного мужа. И она задает вопрос и ответ от респондента следующий. Ой, вы знаете, я работаю врачом-аккушером-гинекологом столько лет. И вот по своему опыту я вам скажу, что, наверное, лучше не рожать. Тут 2 минуты просто происходит разрыв анкетного взаимодействия. Я говорю, слушайте, а вот вы знаете, я вот думаю, вот у меня мама в этом интервьюер, меня мама поздно родила, и я всегда думала, что мама такая старенькая, а сейчас я вот думаю, отрожать мне второго или не рожать? И вроде как бы первый подрост уже есть свободы. И они вот 2 минуты должны быть какие-то приятные вещи в работе. Даже не до конца. Но это было потрясающе. Скажите, а вот на уровне можно? Мне просто интересно, как вы методологически осуществляли вот этот вот анекдот, да, в том смысле, что если вы говорите о губином, интервьюер, то ровно такие истории дают трамп, которые позволяют в итоге двинуть, как бы, да? Я имею в виду, что то, что у вас свечная история у нас... То есть, вот как бы... Как каждый день. Вы говорите, что вы не стали наказывать, а мы не можем это, я понимаю, что мы можем похвалить. Мы не можем это использовать. То есть, мы можем как-то посмотреть, а где-то уходит в ваших вопросах. Нет, 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 нет. Конечно, вы используете. Вы представляете, какие они эмпатические отношения при этом построили? Она не ответила все дальше, рассказала ей про всю свою жизнь просто. Я почему-то говорю, что это удача. Конечно, это удача. Вот это вот очень важно. Но не так же, дай, когда у тебя 500 заданий на 500 ответов. Потому что, действительно, от тех взаимоотношений, которые быстрые, даже при плохих вопросах в анкете их взаимодействие будет не травматичным ни для одного, ни для второго. И результаты как бы гораздо выше. А, ты же, женщина со мной это еще не полезна. Еще вопрос? Нет? Да, не закресили. Я тоже могу. Спасибо. Нет, я просто, может быть, я пропустила и это уже обсуждалось, но у меня вот в таблице вообще в принципе не входит в какой-то разговор про этическую составляющую. Потому что все вот эти способы там. Мне очень нравится, как разложено мадресы. Я думаю, что я даже прочитаю с студентами рассказывать, что это не подходит для любой, в принципе, для любой ситуации коммуникации. Но я не понимаю, где здесь вот должен находиться этический компонент, потому что это все в принципе связано с эстомологией. Каким образом я должен соотнестись с ситуацией разговора, как получить информацию, как говорить с человеком, как там, с источником информации с носителями этого комплекта знания. А где будет уход от этого узнавания? Точно согласен. Я бы сейчас сказал, что я сейчас пока вижу никакой недостаток этой схемы. Хотя, может быть, в ней это тоже есть. Я просто проведу следующий пример. Когда мы ездили, эта книжка родилась на предыдущем на пустом месте. Мы 3-4 года ездили с тренингом по просто сектору, мы там много коммуницировали. И в конце концов меняли, как бы программу, последняя программа, серия наших тренингов, в последний год мы это делали, это 2 года назад было, она определяла труд интерьера по 3-м и по стальцам. Причем значимость увеличивалась по мере, не проранжируем по значимости. Вот первое, это сбор информации, получение информации, которая обычно ограничена. А что еще надо? Второе, это было установление эмпатических отношений, то есть так или иначе, ведение интервью таким образом, чтобы не навести человеку травму, даже если мы разговариваем о смерти. Когда рожать, не рожать, у нас же огромные блоки, когда умирать. То есть, что вы думаете о смерти, как вы разговариваете о смерти? Мы разговариваем с больными людьми и так далее. У нас опрос, допустим, 65 плюс, 90-летних, мы пытаемся о смерти. И 30 минут с ними только выходить. Поэтому здесь эмпатия, конечно, очень важна вот это сопереживание. Но третий пункт очень огромный. Он у нас определялся как то, что любой интервью решает этические дилеммы. Постоянно. То есть, вы можете это не делать. И мы тренинги проходили именно на ура, что мы сформулировали этические дилеммы. И там было такое обсуждение бурное, которое не было ни на первом блоке, когда информацию собирать, как с этим делать, ни даже на втором, когда как установить такие вот эмпатические отношения. Потому что я абсолютно согласен, что в первую очередь именно потому, что мы встречаемся с незнакомым человеком. Говорим на тему, которая не только неинтересна, но может нанести ему угрозу так или иначе. Ну, в целом. Вот Картонского я привел, вот они гаражниками занялись. Что это закончилось, эти гаражнические вещи? У нас там новые системы налогообложения и новое удушение. Я это не связываю с тем, что делают Картонские. Но понятно, что есть некоторая боязнь такая нарушить социальную структуру, что ли со своими вот этими инновациями, описаниями. Поэтому этика, прежде всего, я сейчас не вижу, у меня есть надежда, что богатус в этом тоже, как-то думал, где-то есть. этическая. Но это действительно, на мой взгляд, первый вопрос. Вот когда к нам в качестве интервьюера люди приехали, мы как раз именно этот вопрос и мусируем. То есть он был основным элементом дискуссии, когда мы в Тонске разговаривали с интервьюером. Именно этическая составляющая интервью. Мне вообще кажется, что вся эта книга она о профессиональной этике. То есть там, по крайней мере, если мы говорим про построение эмпатических отношений, вежливое завершение интервью, я вот об этом сегодня говорила, это очень важно. Если мы говорим про конструирование информированного согласия, предоставление, это просто обязанность человека, который проводит интервью, предоставить всю информацию, которую экспонент имеет право знать, предоставить ее в неискаженном виде и понимать то, что он может задать встречные вопросы. То есть вот как раз по-моему, все вот эти блоки, они, наверное, именно в этом все-таки это так неявлено. Мне кажется, просится, просится корпус, работа, через год вы приедете. Да, что вы не знаете. Например, привези какой-нибудь статистоз, который вы разбирали с... Дилемм отечественного? Да, да, да. Но очень много этических дилемм построено вокруг классификации. То есть, когда есть опросное задание с одной стороны, а с другой стороны вот это реальность. Я просто воспроизвожу одну из делем, которые мы говорим. То есть, приходит молодая девушка устраиваться на работу интервью. Проходит собеседование с руководителем центра, она ей говорит, у нас есть период адаптационный, садись вот рядом, у нас есть профессиональный интервьюер, учитель, делай рядом, слушай, ты пересомай интервью, а она тебе как бы все раз нашла, и вот тебе инструкция. Ну, она читает инструкции, мы понимаем, какие она. Она слушает, как берет этот интервьюер, и понимает, что этот профессиональный интервьюер все делает не так. Более того, она с ней дружит, то есть находит общий язык, и та профессиональный интервьюер говорит, просто это, вот здесь нужно вот так, это не надо говорить, и так далее, и так далее, вот так, поэтому я хорошую интервью, то есть поэтому я могу брать, потому что вот здесь, вот здесь подкрутить. И директор вызывает ее к себе и говорит, ну как, все хорошо, если жалоба там, устроилась, нормально ли у тебя здесь все? Вопрос, должна ли она рассказать о том, что ее подруга ведет, она понимает, ведет с нарушением, фальсифицирует ответ, должна или не должна, директор, вот аудитория делится сразу же, потом почему, как должна, эта дилемма, она усиливается, там дальше есть ход, приезжает проверка анонимная, то есть и начинает опрос проводить, есть ли у вас фальсификация или нет, должна ли она при проверке, которая пришла, сказать, что есть фальсификация или нет, аудитория разделяется, причем она разделяется и так и так, то есть там квадрат возникает, то есть кто-то, первый вопрос, когда вы будете на том, все элементы квадрата заполняются, хотя казалось бы, должно быть диагональными заполнить, и вот такого рода вещей, они как раз очень яркие, именно поэтому у нас первая пульска это по фальсификации, то есть это самое яркое, как будто, ипостась работы интерьера, потому что интерьера, так и ГАИшник, с одной ситуацией, если он не будет фальсифицировать, он не будет работать, и поэтому здесь своя система вот этой вот объяснительной конструкции, вот эта этика преступника, она там реализуется в полном обмене, отсюда критическими вопросами, конечно, на тренинг можно было, когда мы садились с ними закрывать в ссоре, и говорили, а теперь поговорим про фальсификации, и такие все, у нас нет фальсификации, а потом, когда мы предлагали, что мы сейчас дадим ледерное премию тому, кто скажет о том, тебе фальсификации, который мы еще не выявили, они на этом все оживлялись. Это был наш тренинг, это время тренинга, мы так и научились выявлять фальсификации, потому что мы награждали. Потом болезнь. Да, да, за фальсификацию. Самое лучшее, Аслон, сейчас я расскажу просто, Аслон был восхищен нашим одним экспериментальным планом, который заключался в следующем, то есть мы говорили, что вот вам задание, вы можете либо опрашивать, либо фальсифицировать, это ваше. То есть, но, если мы обнаруживаем, мы контролируем, если мы обнаруживаем, что вы сфальсифицировали, то мы вам ничего не платим. За эту анкету и там еще за вторую, то есть и штрафу. Если вы сфальсифицировали, но мы это не обнаружили, и вы нам показываете, то мы вам платим в пять раз дороже за сфальсифицированную анкету. Сразу же. Но вы нам должны доказать, что вы сфальсифицировали. Вот таким образом мы узнали очень много элементов фальсификации, и люди были счастливы. то есть они как бы играли уже с выигрышем, но очень мало кто смог пройти, но прошли, и через это там очень интересные способы можно выиграть. У меня возник вопрос. Вы говорили о том, что фактор дешевизны, увеличение, количество возможностей от сбора информации, они, конечно, влияют. Но если отбросить эти фильтры, то все же именно и человек, как другой интерпретарь, он все-таки проявляет себя как более качественный исследователь, потому что он может как-то фильтровать информацию лучше и их преобразовать. Но все-таки нет ли какой-то корреляции с увеличением технического прогресса, с роста функционала роботов, возможности вложения больших ходов, циклов, нет ли возможности, на ваш взгляд, в дальнейшем все-таки свести данный процесс к автоматизации? Или же все-таки здесь играет роль непосредственно человеческих факторов? То есть больше, ну, красно, ваших исследований. То есть вы предлагаете заменить это на роботу? Респондентов роботу и ничего. Нет, на самом деле, что вы спрашиваете информацию по доходам и никого не опрашиваете, так вообще вы душу быстрее. Нет, я имею в виду, что именно больше влияет человеческий фактор в качестве получения и извлечения информации, то есть какие-то нестандартные именно ситуации, как вот вы приводили к у меня с диалогом между женщин, или все-таки именно какие-то этические дилеммы? Я думаю, что с этой дихотомией не надо работать. Вообще здесь мы находимся в такой бесконечной комнате. Действительно, постоянно идут технические новшества. Какие-то мы просто не замечаем. Ну, допустим, та же самая анкета на планшете. Ведь это колоссальное облегчение и возможность работать с переходами, о которых быстро забываешь, но достаточно опять вернуться в бумажную анкету и схватиться за голову. Сколько ошибок, если вы возникает много лет, о которых уже никто об этом вообще не думает. Что говорить об онлайн-напросах? Ну вот, допустим, мы в этом году завершили мир по изучению онлайн-напросов. И там выявляется фактор, который присутствует и в оффлайн-напросах, в той же мере, но он не такой яркий. То есть основная ролевая функция респондента, если уж матрица, то есть службы личной, заключается как функция игровая и ироничная. А в анкетах это не заложено. Люди там на полном ходу говорят, какие там зубные пасты предпочитают. Это человек шутит просто. Он шутит и в личном общении. Но это гораздо реже. Просто на порядок. Казалось бы, мы пришли в онлайн, мы закрыли вопрос о репрезентации. Нам нужно просто группы поведения померить. То есть не идем в сторону репрезентации тех, кто им был. Но даже здесь мы видим, что нам нужны дополнительные инструменты, чтобы не то что отсекать иронию, замерять хотя бы иронию, но хотя бы знать, что человек смеется. А это очень сложно сделать, даже если он как бы с вами общается, потому что чтобы считывать иронию, нужно быть с ним в одном контексте. А интервьюер не всегда, уже не говоря о том, что анкета может заполняться человеком без интервьюера, не всегда можно это считать. И так каждый раз. То есть мы создаем некоторую ранку, и она создает новые проблемы. Вот я помню эту иллюзию, когда вводились с планшетами. Ведь основной аргумент, когда вводились с планшетами, заключался в том, что будет дешевле. То есть это вообще безумие было. Я тогда не верил. Вы что? Ну как же? Мы же набивщиков уберем. То есть набивать не надо, бумагу не надо тратить. Это принято просто подорожает. Потому что возникли пара данных, которые надо анализировать, и запрос возник на аналитиков. гораздо более высокой квалификации, чем напиши. Поэтому здесь не просто человеческий фактор или этические дипломы. Это то, что мы постоянно создаем новые контексты, которые не то, что усложняют ситуацию. Я бы не сказал, что сейчас интервьюер решает более сложные задачи, чем интервьюер в 30-х годах. А они просто видоизменяются вокруг этой цели. И в том, что робототехника, искусственный интеллект становится полноправным участником этого процесса, уже сейчас нужно сказать, да. Если опросные компании не идут в эту сторону, то они начинают проигрывать. У нас проигравших начинает, оказывается, девато-центр в этой стране. То есть он меньше, чем в ЦИО-УРФО, идет в машинное обучение. За счет, конечно, даже не то, что называется человеческого потенциала, а за счет просто ресурсов, то есть не влияния государства. У нас основной носитель информации, то, что называется персональные данные, это все-таки государственные окна. А с Совцовым и Фомой они работают учредители. Поэтому ответ только так, что если хочется решить проблему, нужно понимать, что решение одной проблемы создает десяток моментов. И с этим надо следовать. Ян, у меня вопрос по классификации. Смотрите, получается, что каждая роль и каждый навык, они так или иначе связаны с закрытием какого-то проблемной ситуации. Но в итоге, в ходе обсуждения, получается, что каждую проблемную ситуацию можно закрывать каждый из ролей. То есть, условно, восприятие ответа, по идее, должен работать слушатель, но в реальности получается, что им занимаются и контролеры, и собеседник, и интерпретатор и так далее. И в связи с этим встает вопрос, а нужно ли стремиться соответствовать определенной роли, которая, условно, соответствует контексту проблемы. То есть, должен ли интервьюер стремиться к, в принципе, к поведению особого стиля, чтобы решить какую-то проблему. Потому что, если он не должен, то получается, что эта карта, она просто как... Ну, то есть, пример того, как могут возникать нестандартные ситуации, но, как мы сами говорили, оно, как правильно сказать, не даст практических рекомендаций. И в этом контексте, наверное, интересен вопрос понимания респондента. А какие роли, если можно выделить какие-то конкретные роли, направлены на то, чтобы удовлетворить понимание респондента? Что этот панельный, если не понимает вопрос или хочет понять вопрос по-другому? Ну, это... У вас, на самом деле, два вопроса. То есть, один, такая прямая критика этой модели, она, в частности, пересекается с тем, что сначала уже, что модель излишняя усложнена, и можно прийти к базовым ролям, которые проще, как я... Недостаточно сложно. Выполняет. То есть, вот первое размышление, конечно, вопрос размышляя, оно очень интересно в рамках этой теоретической модели. Оно нам показывает, что ее, конечно же, ну, не то, что опасно, а даже нельзя трансформировать в серию рекомендаций. Но это то же самое, что вот езда на велосипеде, мы можем разбирать какие-то вещи, но если человек поехал, там, лежать за ним, говорить, там, ты педаль не туда крутишь, вот опасно, он упадет, даже знающий эти элементы. Поэтому эту схему я вижу, скорее, как элементы формирования тренинга. Вот мне очень нравится, как психолог подходит, то есть, как бы разбивая некоторый феномен на мелкие детали и отрабатывая его. То есть, там, у вас есть фобия какая-то? Они не в целом вот эта вот сложность, эту берут. Начинают работать с этим элементом, смотря, что, как он реагирует на данную ситуацию. Точно так же и здесь, то есть, какой-то элемент может сработать, но каждый элемент этой матрицы направлен на то, чтобы мы, даже не как аналитики, а как производители образовательного инструмента, могли сказать, какой здесь мы можем дать инструмент, так, игровой или методический, который этот навык отточен. Вы совершенно верно заметили, что каждая роль может пополнять какую-то функцию. Я даже бы усилил это. Вообще-то, есть индивидуальные конфигурации за счет той или иной особенности своей психики, своего навыка поведения, человек может вытаскивать коммуникацию на нормальный уровень. Ну, условно, кто-то ведет коммуникацию как следователь. Ну, просто как допрос. То есть, очень жестко. Раз, раз. То есть, он, допустим, отслужил в армии 20 лет, там, по посрочной, потом по сверхсрочной службе, прапорщик. То есть, отлично, как бы, чувствует себя в здоровье. Вот если его заставить быть кисейной барышней, все поломается сразу. То есть, ему нужно чувствовать свою власть. И он, понятно, что создает определенные смещения с определенным кругом людей, а другой круг он возьмет уже, нормально возьмет. А, может быть, и те, с которыми он имеет смещение при правильной постановке вот этих вот квадратиков, он тоже отработает. Поэтому, вот на первый вопрос, я бы так сказал, что он не вопрос, даже осуждение, что, скорее, тестирует саму возможность интерпретации этих патриц, и, как ответ, это блокировка к прямым рекомендациям. Я это очень люблю, когда там, а скажите нам, как жить. Ну, можно сказать, но вы не будете так жить. То есть, даже если вам скажешь, как жить, это не работает. А вот второй, по поводу восприятия вопроса адекватности, чтобы интервьюер понял, это скорее работает элементы либо слушателя, либо собеседника. То есть, вот мне кажется, что здесь как раз направленность на оппонента, то есть, с кем я говорил, это значит, нужно как бы тестировать его восприятие вопроса, как он его услышал и проинтерпретировал. Это вот в тех ролях. Но я могу сейчас спонтанно вот здесь заблуждаться на этом смысле. Но вот в отличие от этической компании, да это здесь за ложь. То есть, вот в этих ролях это можно нащупать в какой-то истерии. А у вас есть книжка? У меня есть книжка. Я просто книжку вот там прозвучал, а потом пошел. У меня вопрос совсем дельтатский, но связано с тем, что я не институт, я очень себя чувствую очень. Я всегда этим интересуюсь, но я никак не мог найти, то есть, не какое-то там начальное исследование, а просто скрипты. Я, собственно, спросите, есть ли там какой-то источник, большая база какая-то. Где у скриптов? Мы не знаем. Каких скриптов? Нет, на каких скриптов? Скриптов чего? 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 А, ну вы имеете ввиду именно в аудиофайл интервью? Здесь ответа такой, это персональные данные. Их варит, кто не раскроет. Они закрыты, они накапливаются у исследовательских компаний. Мы проводим опросы, там большие опросы уже где-то лет шесть, глобальные, очень российские. Понятно, что у нас накоплены огромные массивы данных аудиофайлов. Мы их никому не дадим в таком режиме. Потому что мы операторы персональных данных, иначе мы нарушили. Законы или там завтра мы окажемся просто за решеткой. Таких массивов море. Другое дело, тот, кто не работает, а эти массивы называются пара данными, в рамках стандартизированного интервью. Очень часто, кто не работает с этими данными, очень часто их стирает. И вот это беда. То есть он как бы считает, что на всякий случай, чтобы не попасть по какой-то беде, под подозрение прокуратуры или еще какого-то обзорного, лучше вообще данные уничтожить. У нас реально данные уничтожаются. У нас единственное, что сохраняется, это вот даже по единственной вышке РЛМС можно судить. У нас реально, что сокращается, сохраняется только массивы. Массивы и все. То есть весь корпус пара данных, как правило, базовых элементов, правило уничтожается. И вы их нерадите. То есть даже если там для... Вы не имеете права, вы подпишете соглашение. То есть вы подпишете соглашение, и если вы будете это выносить... Ну, конечно. То есть если вас не поймали, то и работаете с этим. Но, в общем-то, это нарушение контракта. Контракт с вами будет и с интервьюерами заключается, если они учебные работают по трудовому соглашению, с ними заключается контракт, что они не имеют права кодировать эту информацию. Иначе-таки конфиденциально. Хотя знаете, сколько раз одни говорили, что классная работа, ты знаешь доход, статус, жена-мененат, можно найти себе мужа по всей стране. Это такая у них очень частая шутка. Ну... Один из способов суперсификации. Они иногда ведут свои дневники, где фиксируют, что по такому-то номеру, например, есть мужчина такого-то возраста, который готов поговорить. То, что... То, что... Который знали. У нас в наших проектах нельзя позвонить на свой номер. Они не могут ставить перезвон на свой номер без согласования с нами. Но бывает так, что говорят, ой, вы знаете, вы попали на мой номер, но вот позвоните лучше там мужу, моему. Ну, в разных проектах по-разному. Или вот у меня там сейчас телефон сел, позвоните и перезвоните на другой. Все перезвоны мы фиксируем. А в некоторых проектах, когда с разрешения супервайзера интервьюер может набрать другой номер и перезвонить, и попасть, допустим, в какой-то код. Ну, мы чаще всего без код, поэтому у нас здесь как бы... Это не наша проблема, но мы, конечно, знаем о том, что такое бывает. Это не только бывает, это самая распространённая практика профессиональных успешных интервьюеров. То есть, вот, осмотр, допустим, его реализовал на уровне целой компании. Он лет шесть или семь назад открыл проект «Митонический фонд для общественного мнения», который назвал «База потенциальных респондентов». То есть, когда в конце анкеты задавался просто вопрос, получали информированное согласие о том, что возможно ли вам перезвонить ещё когда-нибудь, и если это информированное согласие получено, то этот интервьюер попадал в эту базу, а там параметры, где-то, соответственно, можно было уже искать узкие группы очень быстро. Там другое дело, что по этой базе так собранным формальным образом она довольно не эффективна. То есть, люди, как правило, потом... Ну, они так сказали, а потом люди так не надо, а вдруг оказывается, что бокс не инженер, когда представился инженером. Бокс не женщина 30 лет. Да-да-да, как-то вот эта база плохо работает. Но на уровне интервьюеров, которые не просто формальную галочку, там, в базу данных, а ведут такие тетради, толстые тетради, но не все, не все эти. Я говорю профессиональные. Именно такие сторожи, которые закрывают проблемы в компании. Вот у них вот такой рода кросс-духи являются их базовой памятью. То есть, они листают там, кто вам нужен там? Бухгалтеры? У меня есть данные науки, есть профессор, есть обращение. А, кстати, знаете, тоже хотела уже сказать, вот если мы говорим про профессионализм, насколько они в собой квалифицированы, есть еще другая сторона медали, когда мне тоже целовала, и у нас какие-то данные тоже есть с интервьюером, и несколько раз наслаживаю ситуации, когда интервьюер, проведя интервью с респондентом, который, например, там живой, живет один на какой-то трудной жизненной ситуации, и испытывает дефицит общения. У нас несколько интервьюеров, вот я лично двоих знаю, которые звонят потом, выписывают номер и поддерживают с ними неформальные отношения. Просто раз в месяц набираю там Марью Иванович и интересуюсь ее здоровьем положением. Вот меня, конечно, шокировало, в хорошем смысле, да, вот они, это тоже такое хищение личных данных своего рода, но это... Ну, такой бешеный бюджет. Сосложение, мы пошли уши, да? Но это их, как бы, социальная позиция, да, личностная, здесь, конечно, просто интересно, что если сравнивать, кстати, тоже, может быть, это некоторый, может быть, еще какая-то возможная роль, да, которая здесь может осмысляться, вот, в связи с такими сюжетами, это то, как работают горячие линии, вот, помощь там, психологическая и так далее, это же тоже в некотором смысле, там же, как бы, коммуникация такая, да, 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 и там, да, это просто интересно, но там, там же не психотерапия, там еще другое, да, они просто знают, что, допустим, когда служба поддерживает вам как пациентов, у них такая хитрая есть, и у них интересные, как бы, механизмы такие настроенные, что, например, ну, то есть, они знают уже статистически, у них, кстати, куча драмы, которые они в этом инфекционализируют, там, куча всего прекрасного ответа, да, они говорят, что статистически, ну, чувства, они от тех, кто близок к психологии, ну, то есть, горячая линия психологической помощи, они тоже, совершенно другие. Да, 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 просто мне очень понравилось, я, конечно, посвятил с вашим сюжетом, как они перед вами, и после, как вы выйдете по своему механизму, что, у них основная идея, как они с этим могут работать, они говорят, что у человека надо потянуть на экран, ну, то есть, он, но это не означает, что они несят с ним на дисплее, это означает, что они говорят, мы с вами сейчас поговорили, через три часа я вам перезвоню, а потом я уйду домой, и перезвоню еще, вам через пять часов перезвонит другой человек. Да, и они создают социальную рамку, фактически, абсолютно, различного человека, и работают. И в этом смысле, понятно, что мы перезвоню можем использовать, но именно с кем мы работать полем, со семьей, и в общем, мне кажется, что для сложности, вы говорите, если палеотип там, может быть еще там что-то попнуть, и у них есть тоже, у них свой опыт, они могут перезвонить, да, как бы, они заинтересованы отдать это, чтобы мы сейчас подойдем. Есть еще вопросы? У вас есть? Вопросы есть. Вы очень эмоционально защищаете друзья, эксплуатация защищенная. Это, конечно, очень трогает, и спасибо за это, но хотелось бы знать, насколько ваша рекомендация реальность могут использовать, ну, может использовать индустрию опасную, да, и вот вы сказали, что люди понимают, но ничего их поделать, вроде как, пожимают плечами, продолжают дальше, в том же духе, да. Вот мне хочется уточнить, как вы работаете, как вы предлагаете свои рекомендации, и есть ли руководители, которые, допустим, согласны с методологией, но не согласны с тем, что нужно менять режим труда, или согласны с тем, что нужно менять режим труда, но не согласны с методологией, или вообще, насколько принимается для всего этого интересного. Основной сдерживающий фактор это ресурс у наших региональных потребителей. С кем мы работаем, они вынуждены соглашаться, то есть согласие это получается не с точки зрения контракта, то есть мы даже не очень не будем задействовать юридическую форму отыскания, сколько за счет тренировок, за счет различных действий, связанных с обучением. И здесь вот концепт непрерывного обучения, он просто проявлен. непрерывное непрерывное профессиональное обучение, независимо от того, что я профессионал, получите новичка, никак. То есть, когда мы приезжаем в компанию, у нас принцип, что за один стол садятся не только интерьеры, но и руководители компании, бухгалтера, и так далее. вся компания садится и учится интерьерсами продавать. В этом смысле решается самая простая интерьеринг, на самом деле только обнаружили, когда начали ездить, мы обнаружили удивившую руководителей вещи, что их интерьеринг друг друга не знают. То есть, они говорят, они же приходят, супервайзеры, вроде бы здороваются, а они вообще ничего другого не знают. То есть, особенно это касается личных интерьеров. но и телефон, то есть, он за этой муточкой сидит, он соседа может не знать. И такого рода неопредит, он позволяет это сделать. А второе, это профессиональные вещи, связанные не столько с навыками интерьерирования, сколько с общей методологией и этическими вопросами. Общая методология, как-то не странно, необходимо интерьерировать, чтобы понимать смысл того, что он делает. У нас, допустим, в рамках тренинга, которые мы давали интерьерам, выборки. То есть, нам нужно им рассказать о выборке, потому что иначе ты никогда не заставишь умного юриста идти в эту квартиру или в эту. То есть, он просто крутит у виска, он говорит, ну вы что, удиваетесь что ли? Какая разница? Понятно, здесь анекдот? Знаете, есть такое анекдот? Мужик приходит в магазин, кинь рыбу продавцу. Он говорит, ну зачем? Ну скажи жене, что пальма. То есть, какая разница? То есть, в реке пальма или там, в магазине пальма. Вот у интерьеров, особенно у юристов, ну какая разница? Во дворе я опросил, или поднялся туда, или в эту квартиру с пятым шагом, или с десятым. какая разница? То есть, ну, нет разницы. И тогда ты начинаешь, вот пройду выбор, почему этот маршрут, откуда он взялся, то есть, как он работает. И это чрезвычайно важно. То есть, не с точки зрения просвещения, а с точки зрения легитимации его работы отдельной, которая, в общем-то, совершенно иная, делает, то есть, у нас выполняет две работы, оплатит за одну, то есть, платит только за анкету, только анкету берет, а он ведь еще осуществляет колоссальную работу по поиску, и она по нагрузке превышает работу по коммуникации. И вот, чтобы эта работа по поиску реализовалась, конечно, мы узнаем теорию выбора, кто должен понимать, как с этим работать. Вы понимаете, что мы уже все таки, вот эта коммуникация, она же двойная. То есть, мы их учим, мы отказались от маршрутной выборы. То есть, потому что она с тем бюджетом, с которым мы работаем, истинно, временными сроками, не реализуем. То есть, мы вот однозначно говорим, что те маршрутные выборки, которые заявляются как маршрутные, в Российской Федерации, маршрутными по факту не являются. Не потому что там тренеры химичатые, кто-то там оптимизирует, что, потому что все сроки и те деньги, которые отведены на эту маршрутную выборку, могут сделать только комфортную выборку. Выборку при домовых территориях. и тогда давайте ее и делать. То есть, в принципе, мы делали экспериментальный план по сравнению, данные по ответам не очень отличаются. Ну, почему нет? Давайте так делать. в этом смысле обучение оно всегда такое интерактивное. То есть, ты тоже учишься у этих людей, которые показывают, что в реалиях происходит. Поэтому ответ здесь такой, что, как это влияет на индустрию, наверное, влиять только может один. Надо больше с индустрией спор яростно, то есть, длитель, драться, то есть, устраивать вот эти вот по существу споры. И в общем так, вот, за теорию давайте там еще что-то. Вот вас обучит. А вот прямо по существу, когда человек тебе говорит, ну вот, как мне быть в этой ситуации? То есть, когда он рубля, например, хотя это иногда приводит к печальным последствиям. Одна из самых таких ярких печальных последствий для нас, это когда мы обнаружили, мы проводим регулярный аудит, обнаружили массовые классификации в одном из полей, мы обычно не штрафуем, но там были массовые, 90 процентов специфицированные деньги. Вот невозможно. У нас штраф, но даже 13 процентов компании. А та компания взяла и там каким-то интерьерами заплатила. Возможно, она не заплатила тому интерьеру, который реально работает. Но мы-то не знаем эту процедуру. Этот интерьер, естественно, очень расстроился, но еще больше расстроился супруг этого интерьера. И этот супруг интерьера написал президенту письмо, что российская академия госслужбе не платит по своим обязательствам. От президента пришло ректору письмо, что не платит академия. У нас одного уволили. Мне выговором на занесение молодого. И мы выплатили все компании и еще премию. Потому что, причем, да, причем я говорил, я говорил, слушай, ну мы же, у нас же, у нас же документировано все. Вот, фальсификации. У нас какие фальсификации, нам не нужны эти риски. Все выплатили, вам выговорили лишение премии и увольнение одного сотрудника. А премию нужно, по-моему? Вечно нет. Дима, а вы, а вы, а вы, что в президенте, потом пишите, это справедливо. Похоже, не ответил на вопрос. То есть, вот такие казусы бывают, они довольно любопытные в этом смысле. Слава богу, такие казусы бывают редко. Один раз у нас были. Один раз. То есть, у нас говорится, писать президенту эффективно. просто неизвестно, дошло ли все-таки до этого интервью. То есть, мы-то имели дело с компанией. Компанией все будет очень удобно. Ну у них теперь директа компании. Юрист. А мы делаем, а мы делаем. Компанией. 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 Тебе зависит по инвестициям. Компанией. Компанией. Джиар. Все, Все. Последняя пачка осталась. Нет, все. Все. На. В Zack. Все. Продолжение следует...